Книга Третья. Свободная навсегда. Всем, кто помогает охранять диких животных. Глава первая. Приказ о высылке. Сочельник 1960 года мы получили приказ от властей убрать Эльсу и Львят из заповедника. Из-за того, что Эльса привыкла к нам, пояснялась в приказе, она может оказаться опасной для других людей. Это нас удивило. Ведь власти сами же помогли нам выбрать для нее район и до сих пор считали, что Эльса приносит заповеднику пользу. Два с половиной года она прожила здесь и никого не обидела. Мы не меньше и заботились о том, чтобы не было несчастных случаев, и даже предложили платить аренду за участок Эльсы, тогда его можно будет закрыть для посетителей без ущерба для заповедника. Теперь, когда мы получили это предписание, надо было поскорее найти для Львов хорошее место и постараться перевезти их туда по возможности безболезненно. Мы написали друзьям Танганику, Уганду, Оберодезии и Южную Африку, спрашивая, нельзя ли там подыскать подходящий уголок. Но прежде чем окончательно решиться увезти Эльсу и Львят из Кении, Джордж хотел обследовать восточные берега озера Рубольф на север Кении. Меня этот план не радовал. Уж очень там неприютно и может оказаться слишком мало дичи, так что львы будут зависеть от нас. К тому же места эти очень глухие. В случае беды трудно рассчитывать на помощь. Но, с другой стороны, удаленность имеет свои преимущества. При такой изолированности и суровости края, львиное семейство, по крайней мере, не станет пешкой в какой-нибудь игре. В ожидании ответа на наши письма мы на всякий случай подготовились к переезду на озеро Рубольф. Путь должен был занять двое-трое суток. Мы знали, что дороги туда скверные, придется пересекать песчаные русла, участки пустыни и каменистые откосы. Когда мы в первый раз перевозили Эльсу, ей дали успокаивающее, которое казалось слишком сильным для нее. Теперь Эльсе предстояло долгое путешествие вместе с львятами, и опять могло понадобиться лекарство. Я списалась с ветеринарами в Кении, Англии и США, и попросила назвать средство наиболее безопасное для львов. Лекарство надо будет подложить пищу, во всяком случае львятам, ведь они не дадут сделать укола. Мы решили, не откладывая, приучить их есть в определенном месте. Это позволит нам проследить, сколько мяса съедает львята, и проверить, каждый ли получил свою дозу. Для этого мы устроили наклонную насыпь, подогнали к ней грузовик, так чтобы кузов пришелся вровень с ее верхом, и оставляли в кузове обед для семейства. Когда львята привыкнут к новому месту, мы накроем кузов проволочным каркасом с дверцей, который можно опускать во время кормления. Грузовик станет передвижной клеткой. Насыпь устроили по соседству с кабинетом. Я с грустью смотрел на львят, которые очень заинтересовались необычной деятельностью на их любимой площадке, нюхали разрытую почву, катались по земле, словом, явно считали, что все это затеяно для их увеселений. 28 декабря Жорж уехал в Исиола, чтобы через несколько дней отправиться на разведку к озеру Рудольф. Под вечер я встретила семейство у реки. Эльса и Джеста ласково поздоровались, затем мы все спустились к воде. Львята вбежали в реку и затеяли там лазню, ныряя и гоняясь друг за другом, а мы с Эльсой сидели на берегу. Мать важно следила за детенышами, но едва они вышли из воды, она сама принялась играть с ними и помогала им искать место для новых проказ. Больше всего ей понравилось стоявшее неподалеку дерево. Львята полезли вверх по его стволу, но мать легко перегнала их. Я затаила дыхание, следя, как Эльса поднималась все выше и выше, пока не добралась почти до макушки. Тонкие ветви угрожающе прогибались под нею. Интересно, что она затеяла? Учит детей, как лазить по деревьям, или просто хвастается? Убедившись, что дальше ветки могут ее не выдержать, Эльса с трудом повернулась и, осторожно опробуя каждую ветку, начала спускаться. Спуск прошел вполне благополучно, но приземление было далеко не изящным. И, как бы желая показать, что она шлепнулась нарочно, Эльса принялась прыгать вокруг львят. Они тотчас бросились на нее, и всю дорогу домой шла игра в прятки. Устраивались засады, жертвой которых чаще всего была я. На следующий день Эльса еще раз показала мне, какая она отличная мать и хороший товарищ для своих львят. Семейство вышло на берег напротив кабинета. Как только они приблизились, в реку скользнул здоровенный краковил, и я не удивилась, когда увидела, что львята ходят сзади вперед по каменистому берегу, не решаясь прыгнуть за ад. Эльса лизнула каждого по очереди, вошла с ними в воду, и вместе они поплыли через реку. Переправившись, львята повеселели, и, чтобы поскорее отсохнуть, затеяли беготню. Эльса стала бегать вместе с ними. Она поймала зубами Джеспа за хвост и принялась вертеть его, явно забавляясь игрой не меньше, чем он. Потом Джеспа уселся рядом со мной и поставил мне спину, хочет, чтобы я его погладила, и понимает, что я опасаюсь, как бы он меня нечаянно не поцарапал. В отличие от матери, Джеспа до сих пор не научился втягивать когти, играя с людьми. Когда я собралась на вечернюю прогулку, вся четверка отправилась со мной. Меня очень устраивал этот новый обычай. Он позволял мне изучать поведение львята и давал возможность подольше побыть с Эльсой. С тех пор, как появились львята, почти все ее время принадлежало им. У больших скал Гуппа и Эльса Маленькая остановились. Я поманила их за собой, но они не послушались. А Эльса спокойно пошла дальше, видимо, уверенная, что с ними ничего не случится. В последнее время она уже не так строго следила за львятами, и, кажется, ее не пугала их самостоятельность. Зато Джеспа очень волновался. Он бегал от нас к брату и сестре, не зная, с кем остаться, и, наконец, зашагал рядом с нами. Мы прошли около трех километров. Когда дневной зной начал спадать, Эльса затеяла возню с Джеспой. Они играли, словно котята, всячески стараясь перехитрить друг друга. На обратном пути я снова увидела Гуппу и Эльсу Маленькую. Они лежали на скале, вырисовываясь на фоне великолепного заката. Обравнодушно проводили меня взглядом. Эльса и Джеспа поднялись на вершину больших скал и тихонько позвали их. Гуппа и Эльса Маленькая подтянули, зимнули и, наконец, подошли к матери. Я прождала их весь вечер, приготовив для них козью тушу, но никто не явился. А ночью подал голос отец, и я поняла, почему они не пришли. Утром мы с Нуру отправились к большим скалам проверить, все ли в порядке, и у подножия увидели следы крупного льва. Два дня Эльса и Львиата не показывались в лагере, и все это время ей издали доносилось рычание отца. На третий день Эльса явилась под вечер с сыновьями. Эльсы Маленькой не было, но мать это не беспокоила. Основательно закусив, все трое вернулись на скалы. С раннего утра я отправилась по их следам и увидела на скале Гуппу и Эльсу Маленькую. Опасаясь столкнуться с их отцом, я повернула обратно. А вечером на дороге появилось все семейство. Гуппа и Эльса Маленькая тяжело дышали. Они только что гонялись за шакалом, который тявкал где-то неподалеку. Когда Эльса подошла ко мне поздороваться, я попросила Нуру сходить в лагерь и зарезать козу. Но Джеспе решил, что Нуру должен поиграть с ним в прятки, и не давал ему прохода, пока не вмешалась мать. Стараясь отвлечь внимание от своих отпрысков, она стала играть с ними и держала их до тех пор, пока Нуру не ушел. Эльса очень часто поступала таким образом, и мы не могли не думать, что она помогает нам намеренно. В лагере львята сразу набросились на еду, но Эльса была чем-то обеспокоена. Она несколько раз уходила на разведку в буш и, наконец, совсем исчезла. Первого января на душе у меня было неспокойно. Что принесет нам Новый год? Джеспе, словно желая подбодрить меня, подошел и занял безопасную позицию, лег ко мне спиной, приглашая поиграть с ним. Я стала гладить его, но он вдруг повернулся на спину, и я невольно отпрямил. Джеспе удивленно посмотрел на меня и снова лег на живот. Он просто не мог понять, почему я боюсь его когтей, и настойчиво приглашал меня поиграть. Как объяснить ему, что, когда его мать была маленькой, я приучила ее убирать когти, потому и играю с ней без страха. На другой день повторилось то же самое. Джеспе хотела поиграть со мной, а я хотела поиграть с ним, но когти его меня отпугивали. Эльса следила за нами с крыши лендровера, видя, как огорчился Джеспе, она спустилась, обняла его и стала лизать, пока он опять не повеселел. Эльса маленькая, все это время боязливо ходила среди высокой травы, стараясь спрятаться от меня. Мать подошла к ней, чтобы успокоить, затеяла возню. Когда в игру включились Джеспе и Гупе, Эльса возвратилась на крышу лендровера. Я хотела погладить ее, чтобы она не обижалась на мое внешне холодное отношение к Джеспе, но Эльса стукнула меня лапой. Весь этот вечер она не хотела меня знать. 2 января приехали на грузовике Кен Смит и Питер Сол, инспекторы соседних округов. Департамент по охране диких животных разрешил им помочь перевезти Эльсу и львят. Кен предложил устроить такую насыпь, чтобы можно было использовать его служебный грузовик Бетфорд. Он вызвался также заказать клетку для львов, пригнанную к кузову Бетфорда. А пока можно использовать наш старый грузовик Тензу, чтобы, не теряя времени, приучать львят есть кузы. Кен участвовал в той самой охоте, после которой нашу жизнь вошла Эльса. Потом он дважды навещал ее, но львят еще ни разу не видел. Как только он кончил измерять насыпь, мы вместе отправились искать семейство и нашли его в лагере рядом с кабинетом. Однако при виде двух незнакомых людей львята убежали. Эльса встретила Кена как старого друга, а к Питеру отнеслась равнодушно. Она даже позволила сфотографировать себя. Но когда наши гости подошли к ней вплотную, искусство выглянуло в тревоженный джеспе, явно готовый, если понадобится, броситься на защиту матери. Наконец он вышел из укрытия, однако от Кена и Питера старался держаться в сторонке. Чтобы не будоражить львят, мы вернулись домой и отвели грузовик на несколько сот метров от лагеря. Немного погодя, пришла Эльса. Некоторое время она наблюдала за нами, потом решительно стиснула лапой ногу Кена. Пора молча знать. Питера она не замечала по-прежнему. Кен покорился, и они с Питером уехали. Точно же прибежали львята и затеяли игру. Мы лишний раз убедились, что они все более настороженно относятся к чужим. Хотя джеспе поборол недоверие ко мне и к Джорджу, больше он никого не признавал. Насколько он доверяет мне, джеспе показал на следующий день, когда позволил извлечь клеща у него из века и несколько личинок из-под кожи. В этом низменном краю полно таких паразитов. В сырых местах любят откладывать свои яички манговая мушка, и стоит животному покататься по земле или даже пройти, как они перестают к шерсти. Если вылупившаяся личинка проникает под шкуру, тогда на этом месте получается вздуть величиной с орех. Когда личинка подрастает и достигнет сантиметра в длину, она выпадает через отверстие, которое пробураило с самого начала, и превращается в куколку, потом в мушку. Под шкурой она живет дни десять, причиняя немалую боль, особенно под конец, и животное всячески старается избавиться от нее, чешется, облизывает болячкой, обычно заносит через нее заразу. Своим шершавым языком Эльса часто срывала торчащую голову личинки, тело же оставалось под кожей и разлагалось, вызывая нагноение. Чтобы предотвратить это, я выдавливала личинку, как только показывалась ее голова. Это было не очень приятно для Эльса, но все-таки лучше, чем болезненные норы. Такие паразиты поражают почти всех диких животных. Сами по себе они безвредны, но ослабляя сопротивляемость, все открывают путь для разных заболеваний. Джеста стоял неподвижно, а когда я удалила личинку, вылезал ранки и сел в безопасную позицию, чтобы я его погладила. Впервые мне было позволено коснуться его шелковистого носа. Должно быть, он хотел показать, как благодарен за помощь. Вечером Джеста зашел ко мне в палатку и сел, ожидая ласки. Его дружелюбие меня огорчало, ведь мы решили вырастить настоящих диких львов, а Джеста расстраивает все наши замыслы. И в то же время жаль было отказать ему ласки, хотя я и боялась его острых когтей. Хорошо еще, что Гупа и Эльса маленькая оставались дикарями. Джеста был вожаком тройки. Как-то я застала его в страшном смятении. Вся семья переправилась через реку, а он остался на том берегу один, и боязливо, глядя на воду, метался в разные стороны. Должно быть, учуял крокодила. Чтобы успокоить его, я принялась кидать заводь, который ему надо было пересечь камни и палки, но Джеста продолжал скалить зубы на незримого врага. В конце концов он собрался с духом, прыгнул в реку и поплыл, сильно колотя по воде лапой. Эльса стояла недалеко от меня и наблюдала, как я стараюсь отогнать крокодила. Когда Джеста благополучно добрался до нас, она нежно лизнула меня. Джеста тоже в этот день был особенно ласков. Вечером, когда мы шли по тропе к палаткам, Гупа вдруг с сердитым рычанием бросился на меня из засады. Я не на шутку испугалась и не могла понять, откуда вдруг такая ярость, пока не увидела, что он устроился под кустом обеда. На следующий день пришла Темза. Мы постарались почище вымыть ее и подогнать к насыпи. Однако запах бензина и масла отпугивал вят, и ничто не могло заставить их приблизиться к машине. Я подумала, что пример матери их ободрит, и попыталась заманить ее, но и Эльса не поддавалась ни на какие уговоры. Оставалось только ждать, пока семейство само не победит своей страстью. Я и так слишком много требую от львят, а ведь они еще ни разу не бывали в машине. Днем 8 января бабуины подняли страшный шум на берегу напротив кабинета. Я уже привыкла к тому, что они дают знать о появлении львов, и немного погодя, захватив альбом для рисования, пошла к лаге. Эльса, Гупа и Джеспе мирно дремали, так что мне выдался отличный случай нарисовать их. У Эльсы было несколько болячек от личинок, но когда я попыталась выдавить их, она прижала уши и заворчала на меня. Пришлось оставить ее в покое. Стемнело, а Эльсы маленькой все не было. Уж не случилось ли чего. Но мать ничуть не беспокоилась, а я уже знала, что на ее инстинкт можно положиться, и решила не волноваться. Ведь если появлялась какая-то опасность, Эльса всегда чуяла это, и каким-то образом она умела сообщить львятам свою волю. Уж как внимательно мы за ними не следили, пытаясь уловить хоть какой-нибудь сигнал, никогда ничего не замечали и не слышали. Эльса могла заставить львят замереть вдруг на месте, угадывала, где под водой скрывался крокодил, и чувствовала, когда поблизости таились опасные для львят животные. Она узнавала о нашем прибытии в лагерь, как бы далеко сама не находилась, и как бы долго мы не отсутствовали. Эльса всегда безошибочно определяла, нравится она человеку или нет, даже если тот скрывал свои чувства. Как объяснить все это? Какими же свойствами обладают дикие животные? Мне кажется, тут дело своего рода телепатии. Возможно, она была свойственна и людям, пока они не научились говорить. Когда я окончила рисовать, мы пошли в лагерь, и львы получили свой обед. Вдруг Эльса настороженно прислушалась и медленно пошла к реке. Я отправилась следом, уже смеркалась. Вскоре я заметила на противоположном берегу Эльсу маленькую. Она бегала сзади вперед, не решаясь войти в реку. В этом месте было глубоко, и я не раз видела здесь большого крокодила. Эльса ласково мяукнула и, пристально глядя на Эльсу маленькую, затрустила вдоль берега. Да последовало ее примеру. Когда они дошли до мелкого места, Эльса остановилась и позвала уже другим голосом. Наконец дочь решилась и переплыла на наш берег. Стало совсем темно. Чтобы не тревожить Эльсу маленькую, я направилась в лагерь. Выбравшись из кустов, я увидела джеспа и гупу, которые явно ждали мать и сестру. Не желая им мешать, я пошла по другой тропе. Позднее Эльса заглянула в палатку и ласково потерлась, и меня делясь своей радостью. Все в сборе наши тревоги кончились. Уже неделя, как мы подогнали грузовик к насыпи, а львята, насколько я могла судить по следам, даже близко к нему не подходили. Я поднялась в кузов и позвала Эльсу. Помешкала она, послушалась, но встала поперек входа, так что я не могла выйти, а джеспа, который пошел за ней, не могла идти. Наконец она вернулась в палатку и вскочила на лендровер. Ребята принялись за еду. Я начала играть с Эльсой и увидела, что у нее загноились две болячки. Хотела выдавить личинки, но Эльса всякий раз отодвигалась. На следующий день повторилось то же самое. Я всегда носила с собой сульфаниламид, дезинфицируя им ссадины и укусы насекомых. Однако Джордж считал, что как нехороши такие средства для людей, лучше не применять их животным, пока не убедишься, что естественной сопротивляемости организма недостаточно. И я не стала давать ей сульфаниламид. Пусть сама заряжет свои болячки, как это бывало до сих пор. Эльса по-прежнему умела отвлечь внимание львят от коз. Без ее помощи нам вряд ли удалось бы сохранить мир. Вот и сегодня она очень тактично и справедливо вмешалась, когда львята стали бросаться на меня из засады. Ничего страшного, обыкновенная игра, но уж очень у них острые когти. Эльса задала детям трепку, стукнула слегка и меня, словом позаботилась о том, чтобы недоумение львят, почему я не хочу играть с ними, не перешло во враждебность. Несомненно, она всячески старается обеспечить добрые отношения. На следующий день я снова в этом убедилась. Вместе с Нуру мы выследили семейство на гряде ворчу. Эльса тотчас пришла на мой зов и ласково меня приветствовала. Да, она стремилась предельно использовать редкие минуты, когда нас не видят львята. Стоило появиться в жестах, как она сразу стала сдержаннее. Я понимала, что Эльса не хочет вызывать ревность львят. Это проявлялось в присутствии Джеспе, но еще больше при Гупе и Эльсе маленькой. Эти двое были еще ревнивее, так что тут уж не могло быть и речи о каких-либо нежностях между Эльсой и мной. Сквозь буш мы спустились к реке. Джеспе донимал Нуру, поминутно выскакивал на него из кустов, стараясь отнять ружье. Если бы не Эльса, Джеспе не дал бы нам шагу шагнуть. Когда мы вышли на берег, я попросила Нуру кратчайшим путем отправиться в лагерь и приготовить львам обед. Он хотел улизнуть потихоньку, но Джеспе еще не наскучила игра, и никакие мои нельзя не могли обуздать. Он отправился следом. Я решила, что Нуру как-нибудь выкрутиться, ведь он всегда умел ладить с животными, не обижая их. Сколько раз я видела, как он придумывал новые и новые забавы, чтобы отвлечь львят от озорства без насилия и наказания. За много лет повседневного общения с нашими воспитанниками он не получил даже малейшей царапины, потому что искренне любил их. Нельзя было пожелать лучшей няньки для львят. Я повела Эльсу и львят вдоль реки. Когда мы подошли к лагере возле кабинета, прибежал Джесп. По его счастливым прыжкам было видно, что он в сласть помучил бедного Нуру. В лагерь львята набросились на мясо, а Эльса неспеша поднялась на лендровер. Было заметно, что нарывы причиняют ей сильную боль. Тем не менее, она не позволила мне даже прикоснуться к ним. Глава вторая. Эльса больна. Вот уже две недели, как Джордж уехал на разведку к озеру Рудольф. Вместе с ним отправились Кен Смит и инспектор того округа, куда мы собирались перевезти Эльсу. Я ждала их со дня на день и прислушивалась, не гудит ли машина. А самой страшно было услышать ее шум, ведь он означал конец счастливой жизни Эльсы. Что ждет ее на новом месте? Сколько соперниц надо победить, прежде чем участок станет безопасным для львят? Здесь ей хорошо, она сумела стоять свои права. А теперь надо все забыть и осваиваться на новом месте. Даже человек, разумное существо, и тот частенько не может прижиться в изгнании. Как же можно ждать, чтобы дикие животные, куда более консервативные и зависимые от привычного окружения, приноровились к совершенно незнакомым условиям? Семейство собралось в любимом логове, в лаге, за кабинетом, окруженной кустарником и высокими деревьями. Здесь хорошо спрятаться от жгучего солнца, подремать на мягком песке, когда с реки тянет свежим ветерком. Они пришли туда еще утром, а после чая я спустилась к ним, захватив альбом. Рисовала, слушала пение птиц, усыпляющие в журчании реки. Мир и покой, и все хорошо на душе. В этот вечер, когда мы уже вернулись в лагерь, я впервые заметила проявление полового инстинкта у гупы во время игры с Эльфой и Джеспой. Конечно, это было лишь очень смутное влечение, смысл которого он сам не понимал. Удивительно, ведь львятам только что исполнился год, у них еще молочные зубы. Всю ночь было слышно, как семейство бродит по лагерю, и только после завтрака они затрусили к поваленным пальмам. Здесь Эльса остановилась, разглядывая грузовик, потом осторожно поднялась на кабину и села. Десять дней я ждала этого, и теперь мне было грустно видеть, как доверчиво Эльса сидит на машине, которая должна везти ее в чужие края. Я подошла к ней и попыталась извлечь личинки, но Эльса не залазь. Она вылизывала болячки, которых всего было семь штук. В общем-то, ничего особенного, у нее их бывало и по полтора десятка. Немного погодя, львята скрылись в бушен, Эльса пустилась в лес за ними. Поверьте, смейство возгросилось и засеяло игру на бревнах. Львята не давали Эльсе покоя, пока она не ушла от них на кабину грузовика. Они без труда могли бы добраться до нее, но машина им не нравилась, они всегда ее обходили. Рано утром в палатку донеслось обращенное к львятам ласковое мяуканье Эльсы. Хм-хм-хм. Такой мирный, уютный звук у меня от него всегда поднималось настроение. Вскоре семейство отправилось к лагере. Днем и я пошла туда, захватив альбом. Эльса встретила меня ласково и даже глупо, милостиво кивнул. Мы чудесно провели время. Львята играли, я рисовала. В общем, полное счастье, если бы не грустная мысль о предстоящем отъезде, который только всегда могло отвратить. Я старалась, чтобы Эльса не заметила, как ей расстроена, и без того худо от болячек. Когда, по ее мнению, настала пора идти домой, она везнула каждого из нас по очереди. Интересно, сколько еще времени сможет она поддерживать дружбу между всеми нами? Долго ли львята будут признавать меня? Если мы сумеем вырастить их дикарями, нашим дружеским отношениям рано или поздно придет конец. Ведь наше тесное общение тянулось так долго лишь потому, что мы были вынуждены жить здесь, охраняя семейство от браконьеров. Однако, если отвезти львят к озеру Рудольф, их приобщение к дикой жизни может затянуться, а то и вовсе сорваться. Но, как бы ни было, я не вправе преграждать им путь к вольной жизни. Эльса непрестанно лизала свои болячки. Я надеялась, что от этого они быстрее заживут. Прошлую ночь Эльса снова провела возле моей палатки и от еды отказалась. Я сидела неподалеку от нее, когда ко мне подошел Гупа, приглашая поиграть. Это было так необычно, что мне не хотелось ему отказывать. Но Гупа, как и Джеспа, не научился убирать когти и пришлось, скрипя сердце, разочаровать его. Я присела на корточке, ласково заговорила с ним, глядя ему в глаза. Хотя бы он понял, что я люблю его, если даже и отказалась поиграть с ним. Джеспа вывел меня из затруднения, затеяв потасовку с братом. За последнее время у них заметно отросли гривы, у Гупы потемнее, почти вдвое длиннее, чем у Джеспа. И голос у него был более грубый, порой даже грозный, словом, молодой, сильный лев. На следующий день я снова нашла все семейство влаги. Альбом был со мной, но я не стала рисовать, а села рядом с Эльсой и погладила ее по голове. Она лежала тихо, но стоило мне коснуться ее спины или приблизить руку к болячкам, как Эльса начинала ворчать. Нос у нее был холодный и влажный, верный признак болезни. Из двух болячек сочился гной, я надеялась, что они сами очистятся, и по-прежнему не давала Эльсе суфаниламида, чтобы не ослаблять ее естественную сопротивляемость. Я была уверена, что во всем виноваты личинки, и мне не приходило в голову взять у нее кровь для анализа. Когда стемнело, Эльса выбралась из лаги и залегла со львятами в бушы неподалеку. Ночью они в лагерь не пришли. Это случалось и прежде, но теперь я волновалась из-за болезни Эльс, и как только рассвело, поспешила к гряде. Увидев все семейство на скале, я отдохнула с облегчением. На мой голос Эльса подняла голову. Львята не пошевельнулись. Потом мы вместе с Муром еще раз ходили к гряде. Эльса вышла нам навстречу из зарослей подножия, с ней был Джеспе. Она ласково поприветствовала нас, но я сразу заметила, что она тяжело дышит и передвигается с трудом. Джеспе выступал в роли телохранителя. Он не давал мне погладить Эльсу. Я посидела рядом с нею. Потом, когда Гупа и Эльса маленькая спустились со скалы, мы все вместе направились в лагерь. Львята раздражали Эльсу. Особенно чувствительна она была к прикосновениям. Стоило кому-нибудь из них задеть ее, как она прижимала уши и рычала. Львица разрешила мне идти рядом и отгонять мух. Но когда кто-то из львят хотел затеять с ней возню, она рассердилась. Я никогда еще не видела, чтобы Эльса так вела себя. Потом мы шли через бург дороги, она много раз садилась отдыхать. В лагере Эльса сразу отправилась к лендроверу и улеглась на крышу с большой осторожностью, чтобы не придавить болячки. Она пролежала там весь вечер. Я принесла ее любимый костный мозг. Но Эльса только поглядела на лакомство и отвернулась. Когда я попробовала погладить ее лапы, она убрала их. Утром меня разбудила беготня львят вокруг палаток. Эльсы слышно не было. Я ждала, когда прозвучит знакомое мяуканье, но уловила только звонкая тянь джеспе. Он заглядывал через калитку ко мне в бому. Я вышла и увидела на берегу реки Гупу, который собирался переправиться. Заметив меня, он испуганно тякнул и прыгнул в воду. На том берегу его приветствовали остальные члены семейства. Скоро будет месяц, как мы получили предписание вывезти львов. Три недели назад Джордж отправился на разведку к озеру Рудольф. Мы собирались тронуться в путь 20 января. Сегодня уже 19-е, а львята еще ни разу не поднимались в кузов темзы. Бетфорд не прибыл, Эльса больна. Новое место для львов не найдено, и неизвестно, как их перевезти. Ясно, что в намеченные сроки мы не уложимся. Глава 3. Поиски нового пристанища для львов. Вечером приехал Джордж и привез дурные вещи. На двух лендроверах и грузовике он и Кен Шмит сперва добрались до залива Алиа, к северу от гряды Лангендотти. Мы побывали там вместе с Эльсой во время сафари, описанного мной в книге «Рожденная свободной». Обращенный к озеру Рудольф склон гряды расчленен речными долинами. Здесь Джордж надеялся найти подходящее место для Эльсы и львят. Никто еще не добирался на автомобиле до этих уединенных долин, и первым делом нужно было найти сносную дорогу. Они разбили лагерь у озера, и вдруг с удивлением заметили огромные штата коров, которые паслись на берегу, и даже поедали камыш в озере, где их подстерегали крокодил. Причиной этого необычного скопления скота была сильная засуха, вынудившая пастухов из племен Самбуру и Ирендию забраться с север необычного в поисках пастбищ. На следующее утро Джорджики обошли на восточное предгорье, надеясь найти проход, но склоны были там крутые, изрезанные ущельями. Нужно обладать большим искусством, чтобы проложить по ним дорогу для Бетфорд. Волей-неволей пришлось отказаться от мысли пробиться к долинам этим путем. Покрыв около 30 километров по сильно пересеченной местности, они чутились на ровном песчаном речном берегу. Джордж знал, что эта река впадает в озеро у южной оконечности грязи. Песок был плотный, и, включив первую скорость, они на полном газу уверенно продвигались вперед. Лишь иногда машина застревала в дюне, или они останавливались сами, чтобы дать остыть мотору. Было около 40 градусов жары, и дул сильный попутный ветер. Машины пассажиры изнывали от зноя. Только у самого берега реки можно было немного укрыться от солнца в тени деревьев. Дальше простиралась раскаленная пустыня. Стада антилоп Бейза, зебр Греви, жирафов, газелей Гранта и жирафовых антилоп искали под деревьями спасение от яростного солнца. Прежде чем обратиться в бегство, они некоторое время с удивлением глядели на людей машин. Жорж проехал то самое место, где Эльса когда-то на привале после тяжелого перехода атаковала ослов. Вечером они достигли дельты реки Маите. Огромная стада газелей Гранта щипали редкую, жесткую траву. И тут же рядом пасся скот турканов, которые обычно в этот район не заходили. Вернувшись к озеру, Джорж и Кент сбросили одежду и с разбегу бросились в воду. Они смыли с себя песок, а потом еще целый час полоскались в воде. На следующий день они как следует осмотрели окрестности дельты. К северу от дельты простирались густые зарсли, обитель бегемотов. Львам тоже здесь будет хорошо, и для лагеря достаточно тени. А у подножия горы Маити бьет небольшой родник. Если его расчистить, питьевой воды будет довод. Дичи для Эльса и Львя тут вполне достаточно, и к тому же водятся львы, которые могли бы стать их товарищем. В таком глухом безлюдном крае не должно быть недоразумений и осложнений. Однако есть тут и недостатки. Вся местность вокруг Маити мрачна необычайно. Песок и застывшая лава, непрестанные ветра, яростное солнце. В общем, если бы не озеро, жить там было бы невозможно. Браконьеров, турканов, может быть, еще удастся обуздать. Но как убедить ренделов, чтобы они не гоняли сюда скот? А ведь это большой соблазн для львов. Все-таки мы рассчитывали снять здесь подходящий участок. Поэтому Джордж решил проверить, возможно ли провести тут Эльсу и Львят. Дорога, по которой они проникли сюда с Кеном, для тяжелого грузовика не годилась. Тогда они двинулись на восток, вдоль широкого гребня, где мог бы даже приземлиться самолет. Если бы военные летчики взялись перевезти Львов, все было бы очень просто. К сожалению, уже через несколько километров гребень сузился, его сменил хаос лавовых глыб, так что Джорджи и Кену пришлось снова искать пути в лагах. Однако все они уводили в сторону. Перебирая через гребни из лаги в лагу, Джорджи и Кен прошли целых пятьдесят километров, пока не вернулись на дорогу, ведущую к заливу Аллея. Потом они решили разведать местность к северу от залива. Преодолев заболоченную низину, они достигли полосы относительно твердой почвы и в нескольких метрах от воды разбили лаги. Койки Джорджи и Кена стояли рядом, объездчики устроились метрах двадцати от них. Ночью Джорджу приснилось, что Кен пытается подражать рычанию льва. Получалось у него очень плохо, да и совсем не кстати он все это затеял. Но тут рычание стало настолько громким, что Джордж проснулся. В нескольких шагах от него стоял с раздвинутой пастью здоровенный бегемот, издавая какие-то странные звуки. Что ему тут понадобилось? Бегемот вдруг зашевелился и направился к объездчикам. Только Джордж хотел предупредить их, как прогремело два выстрела. Зверь пустился на утек и нырнул в озеро. Оказывается, африканцы приметили его еще до того, как Джордж проснулся. Они видели, как бегемот вышел из воды и направился к койкам. Не стреляли же они, потому что не хотели без нужды беспокоить Джорджа. На следующее утро, когда они отправились дальше на север, Джордж увидел на берегу озеро людей. В эту часть киньи обычно забирались только разбойники, браконьеры и полицейские. Он взял бинокль и разглядел обнаженных людей. Видимо, они были из племени Голуба. С испугу нарушители бросились в воду, но здесь было чересчур мелко. Пришлось им выйти обратно на берег. Это не были разбойники. Просто их привлекли сюда крокодильи и яйца. Они уже набрали их довольно много. В котелках над костром кипела вода. Ладно, пусть лакомятся. Наконец, Джордж и Кен добрались до того места, где паслись сотни топи, множество газелей Грант, Антилу Бейза и Зебр. Отличный участок для эльфы и львят, если бы сюда не вторгались племена из Афиопии. Опасно оставлять здесь львов. Да мне по действующим правилам сюда нельзя ездить. Из всего видимого во время разведки Джордж заключил, что только Маити нам более или менее подходит. Да и то, если удастся отыскать путь для грузовика и арендовать участок. Преодолев немало препятствий, отряд вернулся к озеру и остановился на берегу реки Сэр-Эль-Томмия, что означает «слоновья река». Правда, слоны давно ушли оттуда. Джордж хорошо помнил это место. 26 лет назад он и один его друг оказались там без продуктов, когда искали золото. Ближайший пост был на другой стороне озера. До него надо было идти по берегу 250 километров. На голодный желудок такой переход их не соблазнял. И они смастерили лодку, обтянув брезентом остров из корней акации. В этой посудине они пересекли озеро, проплыв 20 километров. Озеро это славится своими внезапными шквалами. Ветер там достигает 150 километров в час. На их счастье все обошлось благополучно. Они причалили к берегу до того, как разразилась буря. От реки Сар-Эль-Томиа Джордж и Кен сравнительно легко добрались до Маиты. Несомненно, этот путь был лучше двух предыдущих, хотя тоже не очень легкий. Рыхлый песок и лаги — серьезные препятствия для тяжелого грузовика. По пути встретились турканы, которые для вида держали коз, а на самом деле били дичь и ловили рыбу в заповеднике. Перед возвращением в Исиола Джордж заехал в центр округа Марсабит и узнал, можно ли арендовать участок в районе Маиты. И не помогут ли ему построить дорогу на 100 километров, а также расчистить посадочную площадку для самолета. Власти не возражали, если мы возьмем на себя расходы. Деньги требовались немалые, и Джордж сказал, что должен посоветоваться со мной. Вот как прошла эта разведка. Мне совсем не хотелось поселять Львов у озера Рудольф. Если мы даже арендуем участок, и никто не будет пасти там скоб, как все-таки удержать львиное семейство на участке? Ну, там уж не львы, а полчаса против наших, и прогонят их в безводную пустыню. И ведь когда мы построим дорогу, ею будут пользоваться и другие, опять возникнет та самая опасность, из-за которой нам теперь велят увозить Эльсу и Львят. Мне очень не хотелось везти их в Маиты. И я обрадовалась, когда мы среди писем, которые Джордж привез в лагерь из Осиола, мы нашли письма из Северной и Южной Родезии, Бичуана-Ленда и Южной Африки. Всюду были готовы принять наших львов. Но мы не представляли себе природных условий этих областей. Поэтому Джордж предложил мне поехать на Европе, посоветоваться с Айином Гримбудом, начальником департамента по охране животных. Он хорошо знал все эти места. Если он скажет, что предложенные области не годятся, я тотчас свяжусь с властями Марсабите, попрошу начать строить дорогу к Маита и расчищать посадочную площадку. Джордж надеялся, что нам удастся получить самолет, на котором можно перебросить к озеру и нас, и грузовик с львами, и наше лагерное снаряжение. Остальная часть экспедиции доберется на автомобилях. Пока я буду в Найробе, Джордж начнет приучать львят к Бекфорду с установленной на нем клеткой. Грузовик должен был прибыть в лагерь со дня на день. Раздумывать было некогда, и я согласилась ехать. Но сначала мне хотелось убедиться, что Эльса чувствует себя достаточно хорошо, и можно оставить их. Вечером мы львов не видели, только слышали их голоса за рекой. А рано утром встретили их у реки. Эльса выскочила из заросли и ласково потерлась от меня. Я почесала ей голову, поскребла за ушами. Шкура у нее шелковистая, тело сильное, крепкое. Она поздоровалась Джорджем и Снуру, а потом вернулась в буш к львятам. Джордж сказал, что она выглядит не хуже, чем обычно, когда ее донимают личинки. Его слова успокоили меня. Но ведь она два дня ничего не ела. Мы отнесли к реке мясо. Эльса смотрела с другого берега, но не двинулась с места. Тогда Джордж переправил мясо и положил рядом с нею. Только тут Эльса встала и потащила козлятину вверх по крутому откосу в заросли, где ее ждали львят. Я с грустью покидала лагерь. Перед глазами у меня стояла Эльса с ольвятами, как я видела их в последний раз. По пути на Аэроби я заехала в окружной центр, чтобы выяснить, нельзя ли добиться отмены приказа о высылке львов. Мне посоветовали быть готовы к переезду. Восеуна встречилась с Кеном Смитом, он замещал здесь Джорджа. Кен показал мне кредку, которую сделали для Бетфорда. Она показалась мне очень надежной, и мы договорились, что ее переделают. Я заехала также к Джому Бергеру, ветеринару, с которым мы переписывались об успокоительном средстве для львов. Мы проговорили с ним почти четыре часа, но не смогли придумать ничего удовлетворительного. Наконец-то приехала в Найроби и отправилась к Кену Гримбуду. Он сразу же вручил мне телеграмму от Джорджа. «Эльси хуже, высокая температура, привези ауриомицин». Глава четвертая. Смерть Эльсы. Эту телеграмму передал по телефону из осиола Кен. Он также попросил Гримбуда сказать мне, что уже отправил нужное лекарство Джорджу. Я безумно волновалась. Но ведь помощь окажет и без меня, а от переезда надо было готовиться побыстрее, так что я решил остаться в Найроби еще на день. Айен Гримбуд считал, что участки, которые нам предложили в обеих Родезиях и Бичуаналенде, не подойдут для Эльсы Илья. Он советовал перевезти семейство к озеру в доль. Кроме того, сказал, нужно разделить клетки на отсеки. Если вести семейство в общей клетке, стоит разъяриться одному льву, чтобы погубить остальных. Я телеграфировала в Марсабит и просила приступать к работам, о которых договорился Джордж. На следующий день я встала пораньше, чтобы до отъезда из Найроби уладить срочные дела, а внизу меня уже ждал Кена, встала и запыленная. Он только что приехал из осиола и привез сообщение Джорджа, что Эльсе совсем плохо. Полный Джордж срочно отправил осиола записку, прося, чтобы я немедленно возвратилась и чтобы прислали ветеринара. Кен направил в лагерь ветеринара Джона Макдональда. Сам помчался в Найроби почти за 200 километров, спеша передать мне сообщение Джорджа. Мне удалось найти самолет, и вскоре мы с Кеном уже были в пути. Из сомалийской деревушки, где была ближайшая к лагерю посадочная площадка, мы надеялись доехать на какой-нибудь машине. Нам не впрямь посчастливилось найти старенький лендровер и на нем одолеть оставшиеся 110 километров. В лагерь мы прибыли под вечер. Остановив машину на некотором расстоянии, чтобы не тревожить Эльсу, я помчалась бегом в кабинет. Джордж сидел там один. Он молча поглядывал на меня, и по его лицу я обо всем догадалась. Когда я пришла в себя, Джордж отвел меня к могиле Эльсы. Ее похоронили под берегом неподалеку от палаток. Отсюда открывался вид на реку и песчаный берег, где Эльса познакомила меня с ольвятами. На шершавой коре этого дерева она училась точить когти. В его тени семейство часто затевало игры. И тут в прошлом году супруг Эльсы безуспешно пытался устроить рождественский пир. Джордж сказал, что здесь произошло, пока меня не было. Когда ты уехала, я перенес свою палатку к насыпи и стал ждать львов, но они в ту ночь не пришли. Утром мне надо было проведать соседний кордон, так что я освободился только во второй половине дня и сразу же отправился искать Эльсу. Сначала я увидел львят, которые играли на противоположном берегу реки, потом приметил под кустом Эльсу. Она встала, поздоровалась со мной и Македы. Прибежали львята и затеяли возню около матери. Я вернулся в лагерь. Вечером они опять не пришли. Перед завтраком я решил найти Эльсу. Она лежала почти на том же месте, где я застал ее накануне. На мой зов Эльса откликнулась, но с места не стало. Дышала она тяжело и заметно страдала от боли. Словом, расхворала совсем. Я поспешил в лагере, тотчас отправил с машиной записку в Исиола, прося, чтобы тебе послали телеграмму, и тотчас же отправил подробное письмо. Потом я отнес Эльсе воды и миску с мясом и мозгами, положив в них сульфатиозола. Она попила немного воды, но есть не стала. Тогда я насыпал сульфатиозола в воду. Она отказалась пить. Я вернулся в лагерь, позавтракал и снова пошел к Эльсе. Теперь она ушла с прежнего места и лежала в высокой траве неподалеку. Меня очень тревожила ее слабость. На еду она даже не глядела, только попила воды из миски. Ее ни в коем случае нельзя было оставлять на ночь одну. В таком состоянии Эльса никому не смогла бы дать отпора, ни гиенам, ни буйволам, ни другой львице. Я решил побыть с ней. Бои принесли мне койку, немного козлятины и лампу. Лампу я не гасил всю ночь. С реки пришли львята и съели мясо, потом Джеспа попытался стащить мое одеяло. Эльсе как будто стало лучше. Она дважды подходила к кровати и ласково терлась об меня головой. Один раз проснувшись, я увидел, что львята пристально смотрят на что-то за моей спиной. Вдруг кто-то там фыркнул. Я посветил фонариком и спугнул буйвола. Эльса лежала рядом с моей кроватью. Львята резвились, им хотелось и мать вовлечь в игру, но она рычала на них, как только они подходили близко. На рассвете мне показалось, что Эльсе стало полегче. Я пошел в лагерь, чтобы позавтракать и поработать. Часов около десяти я почувствовал какое-то беспокойство и решил проведать Эльсу, но на месте ее не застал. На мой зов никто не откликнулся, и львят нигде не было видно. Два часа я ходил по берегам, пока наконец не нашел Эльсу. Она лежала наполовину в воде у маленького островка вблизи лагеря. Ей было очень плохо, она совсем ослабела и часто дышала. Я попытался напоить ее из ладони, но она не могла глотать. Целый час я просидел рядом с ней. Друг Эльса, сделав невероятное усилие, поднялась по крутому берегу на островок и там свалилась. Я позвал Муру, попросил его прорубить тропу к берегу, чтобы оттуда легко было пройти к островку. Потом оставил его с Эльсой, а сам пошел в лагерь, взял там жерди, раскладушку и смастерил носилки. На островке я положил их на землю рядом с Эльсой, надеясь, что она сама перекатится на них, а потом мы отнесем ее в лагерь. Ведь она любима лежать на кровати. Но Эльса не двинулась с места. Три часа она неожиданно поднялась и побрела к воде. Я помог ей перейти реку в брод. Мы выбрались на берег недалеко от нашей кухни. Здесь она снова свалилась без сил и долго лежала. Но теперь она была хоть на нашей стороне, рядом с лагерем. На островке появились львята, они разыскали мать по запаху, однако переходить реку не отважились. С двумя передышками Эльса дошла до песчаного участка берега, ниже наших палаток. Львята следовали за нами по противоположному берегу и опоманил их мясом. Джеспа и Эльса маленькая наконец переплыли реку. Могу помедлил, пока не увидел, что брат и сестра уже принялись за еду. Когда он вышел из воды, Джеспа прыгнул на него из-за куста, где устроил засаду. Два часа Эльса пролежала на песке, рядом с ней улегся Джеспа. Она два раза подходила к воде, но пить не могла. Больно было смотреть на нее. Я попробовал лить воду прямо ей в пасть, но она тут же выливалась обратно. Когда стемнело, Эльса поднялась по тропе в лагерь и легла на том месте, где раньше стояла моя палатка. Я попытался с принцовкой брызгать ей в рот молоко и виски. Она немножко проглотила. Тогда я накрыл ее одеялом, надеясь, что она будет лежать на месте. Я приходил в отчаяние, чувствуя, что Эльса не доживет до утра и хотел послать тебе новую телеграмму, но машина почему-то не возвращалась. Я понимал, что для спасения Эльсы надо немедленно привезти ветеринара, однако боялся ставить ее одну. Если она уйдет ночью в буш, ее потом не разыщешь. В конце концов, я решил рискнуть и отлучился на полтора часа, чтобы дойти до Брода, где мог застрять грузовик. Я встретил машину в трех километрах от лагеря. Она действительно застревала несколько раз по пути туда и обратно. Шофер передал мне лекарства для Эльсы. Я написал письмо Кену, прося срочно прислать ветеринара и связаться с тобой, и тут же отправил шофера в Исиола на своем ледрове. К счастью, Эльса осталась на месте. С ней были львята, я дал им мясо. Заставить Эльсу проглотить лекарства было невозможно. Она начала метаться, поднималась на ноги, делала шаг другой и снова ложилась. Мне никак не удавалось напоить ее. Вечером, около одиннадцати часов, она вошла в мою палатку по соседству с кабинетом и пролежала в ней час. Потом встала, медленно добрела до реки, постояла в воде несколько минут, щетно пытаясь сделать хоть бы один глоток. Наконец она возвратилась в палатку и опять легла. К палатке подошли львята. Джесс притронул носом мать, но она не отозвалась. Без четверти два Эльса снова спустилась к кабинету и вошла в воду. Я хотел остановить ее, но она не послушалась и добралась по воде до песчаной отмели под деревьями, где часто играла с львятами. Здесь она легла на влажный ил. Видимо, ей стало совсем плохо. Она то ложилась, то опять вставала. И дышала теперь тяжелее прежнего. Не хотела свернуть ее на сухое место, но Эльса совсем обессилела. Сердце у меня обливалось кровью. Может быть, прекратить ее мучения? Однако я все еще надеялся, что ты вовремя приведешь ветеринара. В половине пятого я созвал всех наших людей. Мы положили Эльсу на носилки и отнесли в мою палатку. Когда она задремала, я прилег рядом совершенно без сил. Когда начало светать, Эльса вдруг встала, дошла до выхода из палатки и рухнула на землю. Я положил ее голову к себе на колени. Через несколько минут она приподнялась, издала отчаянный вопль, упала снова и больше не шевелилась. Она была мертва. Львята смотрели на все это с недоумением и тревогой. Джеспа подошел к матью, длизнул ей в морду, вид у него был испуганный. Он тут же вернулся к брату и сестре, которые прятались в кустах неподалеку. Через полчаса после кончины Эльсы из Осиола приехал старший ветеринар Джон Магдана. В интересах медицины и самих львят Джордж согласился на вскрытие, чтобы установить причину смерти. Хотя ему и было очень тяжело. Затем Эльсу похоронили под акацией на берегу, где она больше всего любила отдыхать. По сигналу Джорджа объездчики выстрелили три раза из ружей. Гулкое эхо отразилось от больших скал. Возможно, где-нибудь в безбрежном буше супруг Эльсы услышал выстрелы и на миг насторожился. Это было 24 января 1961 года. Глава пятая. Опекуны. Теперь дети Эльсы остались на нашем попечении. Вечером мы пошли их разыскивать на больших скалах и на берегу реки. Неподалеку от кабинета нам встретили свежие пятна крови, признак того, что кто-то удачно поохотился. После захода солнца я спустилась к песчаной отмели, где год назад Эльса впервые познакомила меня со своим потомством. Я просидела там долго. Вдруг за рекой я услышала негромкая тянь и тотчас стала на все воды откликать львят. Наконец среди зарослей показался Джеспе, но он тут же исчез опять. Я положила на видном месте мясо, чтобы они сразу его заметили, но львята не показывались и не откликались, как я их не звала. В ответ мне звучал только многоголосый хор Гиен. «Откуда их столько взялось?» «На ночь мы привязали к оздятину недалеко от палатки Джорджа, но львята и ночью не пришли. Слушая зловещий ой Гиен, мы совсем встревожились. Если это зверье нападет на львят, им придется худо». Утром поиски возобновились. Последуя с Джеспом мы дошли вдоль берега до островка, на котором Эльса лежала накануне своей смерти. Мы несли с собой мясо, надеясь приманить им львят в лагерь. Но когда увидели в зарослях Джеспа, который голодными глазами смотрел на козлятину, отдали ему все целиком. Он бросился на мясо и с жадностью принялся его уничтожать. Послышался шорох, и метров двадцати от нас показалась Эльса маленькая, но, встретившись со мной взглядом, она нырнула в чащу. Мы опасались Гиен, которые голосили прошлой ночью, и хотели видеть львят около лагеря. Поэтому больше не стали давать нашим подопечным мясо, надеясь, что голод заставит их прийти. Кирму надо было возвращаться в Исиолу, и мы пошли его проводить. Когда вернулись, захватили с собой козлятины для Эльсы маленькой и гупы, и отправились их разыскивать. Только мы дошли до того места, где утром встретились в Джеспе, как он выскочил из-за куста, схватил все мясо и скрылся. Зная, как были голодные Эльса маленькая и гупа, мы сходили за остатками туши. Скорее появился гупа, тогда мы поволокли мясо к лагерю. Все три львенка пошли за нами, но они явно чего-то опасались. Когда мы переправили козлятину через реку, львята остались на другом берегу. Оттуда они часа два следили за нами, однако переплыть не решали, сколько мы их не звали. Привязав тушу к дереву, мы ушли в лагерь. Тем временем наши люди привезли с больших скал три грузовика камня. Мы сложили на могиле Эльсы высокое надгробие и сняли вокруг дер. Я задумала посадить там вьющиеся растения, чтобы со временем они заплели камни и скрепили их. На одном конце могилы я посажу два куста эфорбий, на другом один куст. Пусть они изображают охраняющих могилу детей Эльсы. Кругом будет чистая полоса шириной в метр, а дальше два ряда алоэ. Еще мне хотелось венчать надгробие каменной плитой с именем Эльсы. Больше часа я помогала устраивать могилу, потом вернулась к львятам. Жеспа и Эльса маленькая ели мясо. Гупа все еще оставался на другом берегу. Я вернулась к могиле. Вечером мы с Джорджем пошли еще раз проверить своих подопечных. Жеспа и Эльса маленькая дремали возле козлятины, а Гупа так еще и не отважился переправиться. Тогда мы решили его спровоцировать. Джордж сделал вид, что тащит мясо к лагерю, но тут вмешался Жеспа и отстоял козлятин. Мы возвратились к палаткам, надеясь, что Гупа в конце концов соберется с духом и придет за своей долей. Позднее, когда мы сидели у палатки Джорджа, послышался голос Жеспа. Мы попросили Боев поскорее принести мясо. Как только появилась туша, Жеспа стал подкрадываться к ней, но трунуть не поспел. А когда ее поместили у палатки, он сразу же ушел. Чтобы привязать мясо на ночь, надо было забрать цепь с того места, где мы виделись с ольвятами днем. Однако, придя туда, мы не нашли ни цепи, ни мяса. Вернувшись в лагерь, мы застали там всех троих. Они жадно рвали мясо, но завидим нас, ринулись прочь. Видимо, Джеспа сперва приходил как разведчик, а потом привел сестру и брат. После смерти Эльфы он взял на себя роль предводителя и защитника. Когда до лагеря снова донесся протяжный вой гиен, мы обрадовались, что львята здесь, неподалеку. Однако, подойти к мясу львята отважились лишь после того, как мы легли спать. На рассвете я отправилась искать их и обнаружила всех троих на гряде ворчон. Они заметили меня, но на зов не откликнулись. А Джордж в это время искал их у реки. Около порогов посреди потока он увидел останки буйвола. Должно быть, это его кровь попала с нам двумя днями раньше. Следы крупного льва позволяли представить себе, какая отчаянная была здесь схватка. Но хотя она произошла в полукилометре от лагеря, мы тогда ничего не слышали, если не считать комментариев гиен. Этот буйвол весил больше 800 килограммов. Просто невероятно, что такого колосса одолел лев весом неполных 200 килограммов. Джордж считал, что это мог быть супруг Эльсы. К туши слетались грифы, и что примечательно, среди них было три пальмовых грифа. Ведь обычно считают, что этот ведь не питается падалью. Ночь львята провели в лагере. Просыпаясь, я слышала и в шаге и сардонический хохот гиен, уничтожающих остатки буйвола. Утром Джордж отправился на кордон. Я решила побыть со львятами. В самое жаркое время дня они предпочитали отдыхать, и я задумала использовать это, чтобы приучить их к своему обществу. Я отыскала джеспа на крутом берегу реки, он дремал под кустом, и позволил мне приблизиться почти вплотную, но настороженно следил за каждым моим движением. Через час он встал и зашагал прочь. По его следу я дошла до суковатого дерева на берегу глубокой лаги. При моем приближении два других львенка мигом скрылись за поворот. Вдруг я почувствовала, что кто-то смотрит на меня. Я подняла голову и увидела в развилке дерево джеспа. Он тут же спрыгнул на землю и бросился догонять Эльсу маленькую и гупу. Я просидела тут час, чтобы дать львятам успокоиться. Потом пошла следом и увидела их за поворотом лаги. Джеспа стоял на карауле. Я села метров десяти от них, просидела еще целый час. Потом встала и начала осторожно приближаться к львятам. Когда оставалось метра три, джеспа быстро скачал в сторону. Я откликнула его. Он повернулся, подошел ко мне, поглядел в глаза и выбрался на берег лаги. В высокой траве идти по следам было невозможно. Я вернулась в лагу. Вдруг я снова почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Оглянулась и увидела джеспа. Я присела, ожидая, что и он сядет. Но джеспа скрылся так забешумно, как появился. Я прождала два часа и, наконец, заметила, как в кустах метров двадцати от меня что-то зашевелилось. Приглядевшись, я увидела, что там лежат два львенка. Вскоре подошел Джордж, и львята тотчас исчезли. Сквозь кусты мы заметили, что и джеспа убегает во всю прыть через заросли. Теперь мы поняли, что все это время львята мирились с нами только благодаря Эльсе. После ее смерти они перестали откликаться на зов, и стоило им завидеть или учуять нас, тут же убегали прочь. Чтобы львята не ушли совсем, мы положили для них мясо на берегу, неподалеку от палаток, а сами отправились искать растения, которыми хотели украсить могилу Эльсы. На обратном пути мы решили проверить, нашли ли они свой обед. На узкой тропке, ведущей на берег, вдруг послышался сильный треск, всего в трех метрах от нас, и мы чуть не столкнулись с тем старым буйволом, который уже один раз отделал меня своими копытами. Посветив фонарем, мы увидели на противоположном берегу джеспы. Видно, буйвол и львят напугал, потому что в эту ночь они не пришли в лагерь. Рано утром за рекой возбужденно за тараторией бабуины. Мы переправились на тот берег и увидели прячущихся в кустарнике львят. У нас было с собой два куска мяса. Один мы отдали им сразу, а второй положили на видном месте, на нашем берегу. Все утро я охраняла приманку от грифов. Львята следили за мной, но переправляться не решались. В полдень, зная, что они должны быть очень голодны, я не выдержала, отнесла им мясо. Джеспы мигом уволок его в чащу, а я вернулась на берег, спряталась и смотрела, как они жадно уничтожали козлятину, иногда спускаясь к реке напиться. Выходя из зарослей, львята беспокойно зирались по сторонам. Когда все наелись, Джеспы зарыл в землю требуху и вскарабкался на дерево. Сидел он там долго, потом ушел в буш. Позднее мы с Джорджем опять спустились к реке. Львята были на том же месте, но, увидев нас, убежали. Когда стемнело за рекой, принялись выть гиены. Я очень тревожил из-за львят, а потом успокоилась, услышав около полуночи голос их отца. Сначала он доносился издалека, но постепенно все приближался, и теперь же был слышен как раз напротив могилы Эльсы. Лев принимал сиревет Тираза. Может быть, он звал Эльсу. Ночь была ясная, звезды на небе казались огромными, и прямо над могилой Эльсы сверкал южный крест. Видно, львята в это время были где-то поблизости, а утром они ушли за реку. Мы искали их весь день, но так и не нашли. Уже вечером нам попались далеко от лагеря следы и отца, и детей. В бесплодных поисках прошел еще один день. Встречались только буйволы и носороги, да в одном месте на нас бросился дикобраз. Ниже, по течению реки, нам попались на берегу следы льва, а потом, в другой стороне, следы льва и львицы. Уж не свирепояли со своим супругом. Вечером мы привязали тушу к лендроверу, но наши надежды приманить львят не оправдались. Прошла уже неделя, как умерла Эльса. Мы думали, что ее дети будут доверять нам, а они нас избегали. Только голод приводил их в лагерь. Теперь я пытаюсь оценить жизнь и смерть Эльс. Пока она жила, ее состояние полуприрученного животного неизбежно накладывала печаток на львят, мешая им вести естественный образ жизни. Из-за нее их приговорили к изгнанию на углю моей берега озера Рудольф. Но вот она умерла, и все переменилось. Львят могут усыновить дикие львы. Тогда ничто не помешает им остаться здесь. В крайнем случае, можно переселить их в национальный парк или заповедник, куда Эльсу из-за ее привязанности к людям не пустили бы. Сейчас у львят самый подходящий возраст, чтобы приспособиться к тем или другим условиям. Как знать, может быть, Эльса по-своему разрешила эту проблему, и ее смерть полна смысла. На следующий день к Джорджу нужно было уезжать в Исиола. Но перед отъездом мы еще раз попытались отыскать львят. Собираясь пересечь реку, мы вдруг увидели Джеспе, который тоже хотел переправиться на другой берег. Мы отдали ему козью тушу, и он тотчас поволок ее к брату и сестре, прятавшимся в кустах за рекой. Ночью львята не пришли. Я слышала только рыканье льва у больших скал, и на рассвете отправилась в Нору проверить следы. Мы ничего не нашли, но по пути домой слышали, как за рекой затяпкали бабуины. Свернули туда и увидели Джеспе. Гупа и Эльса маленькая прятались в кустах. Все трое держались очень настороженно. Мы сходили за мясом и оставили его на нашем берегу. Через час Джеспе отважился переплыть реку. Мне не здоровилось. Я вернулась в лагерь и измерила температуру. Тридцать девять и пять. Малярия. Надо лежать, пока не пройдет приступ. Все-таки, когда стемнело, я поднялась, сходила к реке за остатками туши и привязала их к палатке. Около девяти часов я услышала, что львята подошли к мясу, и у входа в мою ограду я увидела Джеспе. Но когда я приблизилась к нему, Эльса маленькая и Гупа бросились на утек. Ночью мне не спалось. Прошел ровно год, как Эльса привела львят знакомиться со мной. Как вернуть себе их доверие? Ведь они еще месяцев десять, не меньше, будут нуждаться в нашей помощи. Только во второй половине дня я окрепла настолько, что смогла пойти на поиски. Вместе с Нуру мы обошли вокруг скал, но все впустую. Мы повернули обратно и увидели следы гиены, которые привели нас к поваленным стволам пальм около лагеря. Тут мы застали львят. Джеспе проводил меня до палаток. Пока обои готовили для него тушу, он позволил мне погладить его. Потом поволок мяса в заросли к брату и сестре. Прежде чем приняться за еду, он возвратился ко мне и сел спиной, приглашая поиграть. Потом наклонил голову, лег кверху лапами. И только я пододнилась ближе, сделал молниеносный выпад лапой. Я еле успел отпрямиться. Сколько раз он шутку шлепал мать, не убирая когтей. «Откуда же ему знать, что моя кожа не шкура львиц?» Чтобы утешить Джеспе, я прикатила старую покрышку и бросила ему палку. Он немного поиграл, но эти неживые игрушки ему скоро наскучили, и он вернулся к другим львятам. «Может быть, после еды Джеспе станет посмирнее?» Выждав час-другой, я подошла к нему, но он опять стал колотить лапами. Тогда я ласково заговорила с гупой. Он зарычал в ответ, прижал уши и отступил. Джеспе тоже отошел и лег между нами, охраняя брата. Вдруг кто-то зафыркал у реки. Я сходила за фонарем, тем временем Джеспе утащил козлятину в колючий кустарник. Он был еще совсем молод, сам нуждался в защите, а уже заботился о брате и сестре, добросовестно выполняя обязанности предводителя. Следующие два дня львята не показывались, но на третий день вечером я услышала тянь Джеспе. Когда один из боев подошел с мясом к моей палатке, Джеспе вдруг выскочил из заросли, вырвал у него козлятину и скрылся. Позднее с больших скал донеслось рыканье, а утром по следам увидела, что львята ушли в противоположную сторону. Во второй половине дня из Осиола приехал Джордж. От него я узнала, что показало вскрытие. Эльса погибла от переносимого клещами паразита Бабезии, который разрушает красные кровяные тельца. Она была заражена не очень сильно, но укусы манговой мушки подорвали ее силы, и организм не выдержал. Это был первый известный случай, когда в крови льва нашли Бабезию. Глава шестая. Мы разрабатываем планы. В тот день, когда вернулся Джордж, львята пришли в лагерь уже затемно. Сначала Джеспе, а несколько погодя Купа и Эльса маленькая, Джеспе опять пригласил меня поиграть с ней. Теперь, когда здесь был Джордж, можно рискнуть. Преодолевая страх, я протянула львенку руку. В тот же миг у меня на пальце появилась глубокая царапина. Это была пустяковая рана, однако я с грустью поняла, что вместе нам не играть. Джордж сообщил мне, что завтра в Исиола будет майор Гримвуд. Я решила встретиться с ним и поговорить о будущем, влядь. Если их придется увозить, он поможет нам договориться с каким-нибудь из заповедников Восточной Африки. Гримвуд сочувственно выслушал меня и обещал связаться с администрацией национальных парков Кении и Танганье. Я привезла с собой в лагерь старую клетку, которую сделали еще в те времена, когда мы собирались отправлять Эльсу в Голландию. Я надеялась приучить львят есть в этой клетке. План у нас был такой. Сперва львята привыкают к большой общей клетке, стоящей на земле. В выбор время, когда все трое будут в ней, мы закрываем дверцу и даем им трех низкохкостный мозг, которому подмешан успокоительное. Когда лекарство подействует, львята будут находиться в клетке в полной безопасности. Это очень важно. Ведь нельзя, чтобы они одурманенные, бродили на воле и стали бы жертвой какого-нибудь зверя. А как только они уснут, мы поместим их в отдельные клетки, специально пригнанные к кузову пятитонного грузовика. В лагерь я приехала около полуночи и застала львят у палаток. Они охраняли мясо. Свет фар их не смутил, даже когда я посветила прямо на них. Мы уже заметили, что к вечеру тревога львят проходила, как бы они ни нервничали днем. Джорджу нужно было ехать в Исиолан, и я снова осталась за главным в лагере. Без него я всегда спала в своем лендровере, который ставила поближе к приготовленному для львят мясу. Вечером 10 февраля я наблюдала, как львята после ужина затеяли у палаток игру в пятнышки. Я обрадовалась, ведь со дня смерти матери они впервые стали играть после еды, а не просто сидели с унылым видом. На следующий день я поставила клетку на землю и привязала мясо по соседству с нею. Появились львята. Джеста недоверчиво пофыркал, зашел к клетку, вышел и вместе с Гупой и Эльсой маленькой принялся за мясо. Я тихо заговорила с ними, надо, чтобы они привыкли связывать еду с моим присутствием. Ежедневно каждый львенок получал миску с лакомством, мозги, рыбий жир и костный мозг. Нужно было приучить их есть врозь, а когда придет время дать им успокоительное, каждому достанется только его дозу, никто не съест лишнего. Три дня все шло заведенным порядком. День львята проводили за рекой, в том месте, где последний раз были с матерью, а как стемнеет, шли в лагерь. Я не вмешивался, пусть чувствует себя непримужденно, может быть, скорее признает меня. На четвертый день Джеста пришел в шесть часов вечера из-за реки и начисто вырезал миску с угощением, которую я держала в руке. Я решила, что дело идет на лад. При слове «Эльса», когда я откликивала Эльсу маленькую, Джеста всегда оглядывался. Он и Гупа хорошо знали свои имена. Конечно, не совсем удачно, что сестру зовут так же, как мать. Но ничего, пусть привыкает. Эльса маленькая должна знать, что этим именем я зову ее. Вечер прошел мирно, и потом я отправила спать лендровер. Около трех утра из-за реки негромко прозвучал голос отца, как будто он обращался к лятам. Видно, они переправились к нему, так что лучше убрать мясо в клетку от четвероногих грабителей. Я выбралась из машины и с просонок напоролась ногой на острый пенек. Из раны потекла кровь. Я надеялась, что это убережет меня от инфекции. Сделав себе перевязку при свете фонаря, я снова легла, но боль не давала мне уснуть. Слышно было, как на больших скалах рычит супруг Эльсы. Утром Нуру сказал, что следы львят ведут в гряде. Чтобы остановить кровотечение, я все утро держала ногу приподнятой. У меня уже кружилась голова от потери крови. Во второй половине дня я почувствовала себя лучше, и вместе с Нуру пошла проверить следы. Да, львята встретились с отцом. Мне не хотелось мешать им, и я вернулась в лагерь. До темна меня развлекали своими проказами два попугая. Около восьми вечера пришел Джесты, потом явились и остальные. До поздней ночи я смотрела, как они едят и играют. Бой ноге не давал уснуть. Я размышляла, как повезет себя папаша, будет ли он кормить львят или научит их самих охотиться. Вернулся Джордж. В этот день Джесты впервые поел в клетке, а Гупа и Эльса маленькая смотрели на него, но подражать ему не торопились. Впрочем, когда мы легли спать, они тоже собрались с духом и пообедали в клетке. Наконец-то! Раз они больше не боятся незнакомого предмета, можно заказывать транспортные клетки. Обычно дикие звери перевозят в зоопарки в деревянных клетках с тремя сплошными стенками, иначе они могут поранить себя. Но мы помнили, как трех диких львов повезли в таких клетках в заповеднике, и они буквально взбесились по дороге, так что пришлось их застрелить. Чтобы у нас так не вышло, мы решили три стенки сделать из железных прутьев. Пусть львята в пути видят друг друга, это послужит им взаимной поддержкой. Правда, они могут уж и биться о прутье, но ссадины легче залечить, чем душу, раненную страхом. С четвертой стороны будет деревянная дверь-лавушка. Я отправилась за 350 километров на Ньюке, чтобы заказать эти клетки. Заглянув на обратном пути в Исиола, я нашла там письмо от одной фармацевтической фирмы. Она вызывалась прислать лекарство для львят, которое поможет им поскорее справиться с их теперешним состоянием тревоги. После гибели Эльсы мы получили много соболезнующих писем. Люди во всех концах света успели полюбить ее. Должностные лица, связанные с зоопарками, предлагали забрать львят. Но теперь кто-то впервые задумался об их нынешнем состоянии. Я дождалась веселого представителей фирмы, была очень тронута их подарком. Они привезли порошки терамицина, надеясь, что этот антибиотик усилит сопротивляемость львят болезням. Кстати, они дали мне советы об успокоительных средствах. Из ответа на наши письменные запросы мы поняли, что годится только либриум. Львы вообще слишком чувствительны к лекарствам, а кроме того, очень трудно предсказать их индивидуальную реакцию. Либриум считался совсем безвредным. Если даже львенок съест две дозы, это не грозит бедой. Но трудно заключалось в том, что надо спрятать мясе в 80 капсул по 10 миллиграммам. Проглосят львята все это. Мои новые друзья посоветовали мне написать изготовителем и заказать повышенную концентрацию. Тогда понадобится гораздо меньше капсул. Я то честно писала, но ответ, к сожалению, был неутешительным. Когда я приехала в лагерь, Джордж сказал, что без меня ему скучать не приходилось. Первый день львята пришли поздно вечером. Мы всю ночь оставались возле палаток, хотя их из буша звал Леб. На следующий день Джордж по их следам дошел до гряды ворчун, поднялся на гряду и покричал. На зов появился Джеспе, сел рядом с ним и позволил почесать себе голову. Потом Джордж увидел Эльсу маленькую, но она сторонилась его. Гупа прятался, из-за камней торчали только его уши. По пути домой Джордж спугнул трех буйволов и одного носорога. Хорошо, что львята не пошли за ним. Когда стемнело, они сами прибежали в лагерь и принялись за мясо, привязанное около клетки. Потом Джеспе затащил козлятину внутрь. После льды львята ушли за реку и пробыли там сутки. Они вовка лазили по деревьям, забираясь довольно высоко. Обедать вечером они не пришли, а утром Нуру понес мясо в кабинет и подвесил его в тени на дереве. Когда он уже спускался на землю, снизу за мясом прыгнул Джеспе и чуть не задел Нуру. Тут подоспел Джордж. Он увидел, что Джеспе рвет подвешенное мясо, а Эльса маленькая следит за ним с Тамаринда на другом берегу. Выждав, когда Джеспе спустился к воде напиться, Джордж перерезал веревку. После этого львенок переправил козлятину через реку к брату и сестре. Позднее Джордж застал их на песчаном берегу. Гупа и Эльса маленькая кинулись на утек, Джеспе за ними. Еще через час Джордж перешел реку вброд и минут двадцать безуспешно звал львя. Вдруг он заметил какое-то движение в кроне Тамаринда, поднял голову и высоко на ветке увидел леопарда, который поедал остатки мяса украденного львя. Появился Джеспа и полез вверх к леопарду. Тот сердитая шипел и фыркал. Верхние ветки были слишком тонкими для Джеспа. Он предпочел занять позицию в развилке поближе к земле. Чтобы лучше видеть, Джордж поднялся на откос. В этот миг леопард прыгнул вниз и пролетел в каком-нибудь метре от Джеспа. Приземливший, что есть духу, помчался прочь, все три львенка бросились за ним. Позднее Джордж набрел на Джеспа, который, задрав голову, пристально разглядывал деревья. Так как леопарда нигде не было видно, Джордж решил идти в лагерь. А львя появились поздно вечером. Джеспа вылакал свою порцию рыбьего жира из миски, которую Джордж держал в руке. Гупо пообедал в клетке. Тут как раз приехала я и очень обрадовалась, что он начинает осваиваться. А какой молодец Джеспа! Ведь леопарды и львы — естественные враги. Конечно, со взрослым львом леопарда лучше не связываться. Совсем иное дело встречи со львенком, так что Джеспа проявил немалую отвагу. Утром меня разбудило тихое мяуканье, очень уж знакомое. Я едва могла поверить, что это не Эльса. Казалось, Джеспа призывал брата и сестру заканчивать утренние гонки вокруг палаток и идти за ним через реку. Вскоре до нас донесся плеск воды и тут же послышалось рычание двух львов. Ночью Джеспа на минутку заглянул в лагерь. Очевидно, это была разведка, потому что вскоре он пришел опять, на этот раз вместе с Гупой и Эльсой Маленькой. Джеспа выпил рыбий жир и позволил погладить его по голове, потрепать уши. Когда погасли огни, Джордж увидел, что и Эльса Маленькая вошла к братьям в клетку. Всем вместе им там было довольно тесно. На другой день командования снова перешло ко мне, так как Джордж уехал в Осиола. Под вечер встретил львят на берегу, вблизи кабинета, я заметила, что грива у Гупы уже совсем подросла. Она была сантиметром напи длиннее и гораздо темнее, чем у Джеспа. Ночью я слышала только громкие всплески на реке, словно там был пихос и буйвол. Львята не подавали никаких признаков жизни. Они прибежали только к концу следующего дня, очень голодные. Эльса Маленькая не скупилась на тумаки своим братьям, давая понять, что на этот раз вовсе не намерена уступать им в свою долю рыбьего жира. Вдруг кто-то зафыркал в прибрежных кустах, а затем послышался тяжелый топот, видимо, крупный зверь. Львята насторожились и отправились на разведку. Я облегченно вздохнула, когда они вернулись к своей козлятине. А потом где-то у кабинета завыла гиена, похоже, что она воет от боли. Утром я увидела следы носорога, которого накануне прогнали львята, а у кабинета следы чужого льва. Львята опять пришли в лагерь уже затем. На этот раз братья вели себя вежливо. Они подождали, пока Эльса Маленькая вылакает свой рыбий жир, и только тогда подошли за своей долей. Они еще не знали, как разделать тушу, обои забыли об этом. В издал удобный момент я попыталась помочь львятам, но джеспа не мог допустить пофигательства на их добычу и атаковал меня. Я с козьей тушей находилась в клетке, а львенок загородил выход, так что положение у меня было незавидное. К счастью, он все-таки уразумел, что я хочу им помочь, и дал мне спокойно закончить разделку. С образительностью и добродушием джеспа был мать. После этого львята исчезли на целые сутки. Ранним утром мы услышали голос их отца. Сначала лев был около самого лагеря, а потом удалился к большим скалам. Вскоре я услышала, как львята лакают водой своей любимой посуды шлема. Я вышла из лендруера, хотела открыть клетку, где лежало мясо, но они не взглянули на меня, затрусили к скалам. Им не терпелось увидеть отца. Может быть, он их подкармливает? До самого рассвета с гряды доносилось ворчание, а утром по отпечаткам лап я убедилась, что там побывала вся стая. Но, увы, отец снова бросил своих детей, и львята пришли в лагерь совсем голодные. Однако они терпеливо дожидались, пока я открывала клетку, и бросились к мясу лишь после того, как я укрылась своим лендрове. Съев все до последней крошки, они под утро отправились за реку. Я не спала всю ночь, болела нога, волновала будущее львят. Мы еще не получили ответов на запросы, которые майор Гримбут разослал в заповеднике Восточной Африки. Если львята поладят со своим отцом, может быть, им разрешат остаться здесь? Но от меня это совсем не зависело. Пока решался вопрос, я могла заботиться только о том, чтобы львята были в добром здравии. Глава седьмая. Их приняли в Прайд. Начался Рамадан, и на закате наши благочестивые мусульмане с таким рвением распевали молитвы, что я уже начала опасаться, как бы необычные звуки не отпугнули от лагеря львят. Пока львился пост, бои не отличались особым прилежанием, поэтому я очень обрадовалась приезду Джорджа. Когда стемнело, пришли львята. Эльса маленькая поспешила съесть свою долю рыбьего жира и опередила ненасытные братья. Мы всегда держали в лагере большой запас рыбьего жира и обрадовались, что он пришелся по вкусу львятам, ведь нам до сих пор не удалось придумать способа скармливать им тирамицин. В этот вечер они впервые отдыхали у могилы Эльсы. Прошел месяц с тех пор, как мы соорудили надгробие, и хотя прежде здесь было любимое место игр, после смерти Эльсы мы еще ни разу не видели тут ни львят, ни отпечатковых лап. Возможно, это была просто случайность, а может быть здесь сыграла роль острое обоняние львов. И все-таки нельзя отрицать, что у животных с высоко развитым интеллектом есть некое понятие смерти. У слонов, во всяком случае. Я знаю об одном слоне, которого особенно любили его товарищи. Когда он умер, трое из них несколько дней не отходили от его тела, потом вырвали клыки у мертвого и захоронили их неподалеку. Я помню еще один любопытный случай. Как-то Джорджу пришлось убить слона, ставшего опасным. Он застрелил его ночью в одном из садов Исиола. Душу убрали, чтобы не распространялся трупный запах. А через день Джордж обнаружил, что товарищи убитого принесли его лопаточную кость и положили на том самом месте, где он погиб. Нередко на слона влияет смерть человека. Во время одного сафари мы узнали от местных жителей, что недавно слон убил человека и с тех пор ежедневно приходит на место трагедии и стоит там по часу и по два. Мы проверили, и это оказалось правдой. Две ночи лето не приходили в лагерь. Потом из-за реки донесся призывный голос льва. Тогда Джордж отискал следы львят. Он увидел, что они переправились на другой берег в том месте, где река ближе всего подходит к гряде ворчу. На следующий день он нашел отпечатки их лап в километрах в трех от лагеря. Поблизости бродили лев со львицей. Следы вели их в той самой гряде, на которой Македа в июле отискал Эльсу, когда она пропадала 16 дней. Джордж обошел вокруг гряды. Печатки лап львят обрывались у одного ее конца, льва и львиц и у другого. Я не могла ходить с Джорджем, больная нога меня не пускала, хотя прошло уже три недели, как я напоролась на пеню. Поначалу рана как будто стала заживать, но потом распарилась и теперь отчаянно болела. Я пробовала лечиться сама, пока не убедила, что нужен настоящий врач. Джордж мог оставаться в лагере всего несколько дней, поэтому я решила не ездить в ближайшую больницу, до которой было 300 с лишним километров, а обратилась к живущим гораздо ближе миссионерам, хотя они обычно принимали только африканцы. Мы выехали рано утром вместе с Ибрахимом, а в полдень были уже у цели. Пути нас основательно растрясло. Увидев мою рану, врач тотчас отправил меня на операционный стол. Когда я очнулась от наркоза, то увидела, что меня поместили в кабинете настоятельницы. Великодушная хозяйка приготовила мне удобную постель. Она рассказала, что врач вырезал из моей ноги кусок мяса величиной с яйцом. Два дня я находилась на попечении настоятельницы и врача, пока, наконец, оправилась настолько, что могла возвращаться в лагерь. Ибрахим ежедневно привозил мне записки от Джорджа, который сообщал, как идут поиски. Пятого марта Джорджу надо было ехать в Исиола. К этому времени я как раз вернулась из больницы. Ночью львята не пришли, и я не знала волноваться или радоваться. Если их приняли в прайд, и львица учит их охотиться, львята одичают прежде, чем решиться вопрос об их высылке. Это было бы лучше всего. Но, может быть, чужаки их прогнали, и теперь львятам приходится худо. Из-за ноги я не могла отправиться их разыскивать. Я утешала себя, что это к лучшему, ведь своим вмешательством я рискую испортить дело, спугну их приемных родителей, если львята действительно приняты в прайд. Но так ли это? Я нервничал. Еще один день прошел неизвестности. Вечером я сидела в палатке, напряженно ловя каждый звук, и вдруг почувствовала, как что-то мягко коснулось моей ноги. Маленькая пичуга искала спасения от мангусты, а вот и сам зверек появился в ходу в палатку. Я подобрала испуганные комочки, выпустила лишь после того, как мангуста ушла. Всю ночь за рекой рычали львы. Голоса были неокрепшие, рыканье сопровождалось четырех-пятикратным тявканьем. Уж не наши ли это львят? Утром я увидел, что припасенный для них костный мозг съеден. Видно, мангуста вернулась после того, как я легла спать. Весь день Нуру и Македы разыскивали львят, но свежих следов не нашли. Ночью опять рычали львы под аккомпанемент бабуинов. Звук быстро нарастал. Видимо, львы приближались к лагерю. Вскоре они замолчали. Я долго прислушивалась, и только через два часа издалека донеслось рычание. Потом я с удивлением увидела отпечатки лап льва и львицы возле самой машины, в которой была моя постель. Мужчины пошли на поиски, но львят не встретили, зато за рекой им попали следы двух львов. Прошли еще сутки. Львят все не было. Приехал Джордж, однако его вылазка ничего не дала. Утром он и Нуру снова вышли на поиски. Ниже водопада им попали следы львят, они вели от слоновой лаги к реке и обратно. По отпечаткам было видно, что львята бежали, видно, чуяли людей. Всю ночь какой-то лев рычал на больших скалах. Рано утром Джордж ушел в Буш, а я съездила в больницу на перевязку. Вернувшись, я узнала Джорджа, что он и Нуру спугнули за водопадом не меньше четырех львов. Нуру успел разглядеть одного львенка, в котором уверенно опознал Джеспи, и среди следов были отпечатки лап трех львят. Джордж ждал около часа, надеясь увидеть еще раз хотя бы Джеспи. Потом пошел последовать, искал место, где львята только что отдыхали. Все свидетельствовало о том, что львята примкнули к прайду, и Джордж не стал их преследовать, боясь спугнуть приемных родителей. Чуть не каждую ночь по соседству с лагерем рычали два льва. Джорджу казалось, что он узнает голос свирепа ее супруга. Они-то, наверное, не входят в прайд, который, судя по всему, принял львя. Во время своих поисков Джордж встречал следы по меньшей мере пяти львов, в том числе трех львят. Эта семья облюбовала себе участок от водопада до слоновой лаги. Что ж, место отлично, много дичи, и туда редко заходят браконьеры. Джорджу никак не удавалось увидеть львов днем. Тогда он поставил лендровер недалеко от их тропы и засел в нем на ночь, но и эта уловка не помогла. Конечно, полной уверенности у нас не было, но все говорило о том, что львята сами позаботились о своем будущем. Мы их не видели уже 12 дней. Глава восьмая. Осложнение. Утром 16 марта Джордж и Муру вышли пораньше на разведку. Я была одна в лагере, когда оба объездчика пришли с одним африканцем и сообщили, что в ночь с 13 на 14 три льва атаковали бомбы на реке Тана и искалечили четырех коров. Африканцы пытались отогнать их камнями, дубинками, огнем, но львы все равно возвращались снова. Подозрение пало на львят Эльсы, и теперь они хотят просить Джорджа, чтобы он застрелил их. Я тотчас послала боев за Джорджа. Сигнальные выстрелы помогли быстро найти его. После линча все направились к месту происшествия. По прямой туда всего километров 25, но прямого пути нет. Если ехать на лендровере на правом через густой буш, это будет 70 с лишним километров. Если двинуться в объезд, 200 километров по скверной дороге, да еще километров 13 пешком, Джордж решил пробиваться через буш. Погрузив в машину лагерное снаезжение и двух кос, он не без труда переправился через реку и нырнул в заросль. Оставалось еще 6-7 километров до цели, когда стемнело, поэтому они заночевали в буше, а утром дошли пешком до деревни. В деревне было 8 отдельных бомб. Кучки круглых бенобитных лачуг, внесенных колючей изгородью почти в рост человека и шириной около двух метров. В густой буша вступал бомбы, звери могли незаметно подобраться к лачугам. Неподалеку была река, куда африканцы гоняли скот на водопой. Жители подтвердили, что в ночь на 14 марта три льва искалечили двух коров. Их отогнали, но на следующую ночь они явились снова, напали еще на двух коров. На третью ночь они уже в другой боме убили двух коров и одну из них сажали в 300 метрах от лачуг. Джордж нашел следы львицы, которая ухитилась проникнув сквозь изгородь и выйти тем же путем. Другие следы было труднее разобрать и затоптал скот. Все-таки он проследил отпечатки лав до реки, куда львы ходили на водопой. Может быть ниже по течению попадутся свежие следы. И он действительно нашел отпечатки лав трех львов. С двумя объездщиками и проводником он пошел по следу. Час спустя, когда они остановились среди кустарника в сухом русле, Джордж двух метров трех от себя за деревом увидел спящую львицу. Похоже, взрослая. Один из объездщиков жестом привлек внимание Джорджа и коснулся рукой его винтовки. Черт, не заряжено! Даже стук затвора не разбудил зверя. Шепотом объездщик уговаривал Джорджа стрелять. С такого расстояния не промахнешься, и львица-то взрослая. Но что-то удерживало Джорджа. Вдруг львица села, ее глаза встретили его глаза. Она оскалилась, фыркнула и, глухо зарыча, вбросилась на утек. В тот же миг еще в двух местах послышался шум. Джордж был убежден, что это не наши львята. А все-таки хорошо, что не выстрелила. Кто его знает? На всякий случай он покричал, но ответа не было. Нет, львица ни при чем. Уж очень смело совершила нападение. Так ловко пробрались сквозь изгородь, так легко расправились с двумя коровами. Тут явно действовали опытные разбойники. Джордж попросил местных жителей немедленно известить его, если будут новые случаи, и поехал обратно в лагерь. Разбирая обстоятельства нападения, мы пришли к выводу, что Эфин и львица никак не могли в нем участвовать, и решили возобновить розыски в нашем районе. Утром Джордж и Муру встретили на берегу реки сборщиков меда. Сборщики обычно вешают на деревьях, которым часто наведываются пчелы, полые колоды, вроде бочонка. Когда рой займет такой улей, они выжидают, пока пчелы не наносят достаточно меда, потом выкуивают их дымом и забирают добычу. Для многих здешних племен мед – единственный вид сладкого. У сборщиков есть, так сказать, джентльменское соглашение, они не трогают чужих колод. Нарушителю грозит строгая кара. Определить владельца можно по метке, вырезанной на колоде. Нас часто угощали липкой массой, только что извлеченной из улья. Когда ее уваришь и процедишь, получается чистый мед, особенно ароматный, если пчелы брали взяток с акацией. К сожалению, сборщики небрежно обращаются с огнем, из-за этого в буше часто возникает опустошительный пожар. Встреча оказалась полезной. Сборщики рассказали Джорджу, что видели следы пяти львов у водопоя выше потечения. Он сходил туда и недалеко от устья слоновой лаги увидел на островке посреди реки двух львят. Они сразу скрылись, он даже не успел как следует разглядеть их бинокль. Тоже он услышал, как убегают другие львы. Следы привели его к туши молодого буйвола, убитого ночью. Здесь пировали пять львов. Джордж не сомневался, что это были наши львята и их приемные родители. Он долго звал Джеспа, из-за реки как будто донеслось в ответ негромкое мяуканье, но львята не показывались, и Джордж возвратился в лагерь. Полагая, что львы еще придут к своему буйволу, Джордж утром поехал туда на лендровере и собирался заночевать в этот летуш. Весь день он изучал следы и выяснил, что львы ушли к слоновой лаги. С двумя объездчиками Джордж провел ночь в сухом русле у крутого высокого берега. Это было самое надежное место. Львов они не увидели, а тут еще разразилась сильнейшая гроза, ливень промочил их насквозь и смыл все следы. Я лежала в палатке, мне было слышно львиное рычание вдали, потом дыхание крупного зверя донеслось от грузовика с козами, а затем гроза пришла и к нам, и все заглушило. На следующий день Джордж уехал в Исиола, и в этом ждали дела. Ночью снова лил дождь, к утру река сильно сдулась, ее трудно было одолеть. Тем не менее, к нам переправился гонец от старшины деревни Тана, львы снова напали на их скот. Я послала Ибрахима в Исиола, чтобы он известил об этом Джордж. Он вернулся и сообщил, что Джордж приедет там сразу же, как только закончит все дела, а пока пусть сержант, заведующий кордоном, отправится туда и отвезет осветительные шашки, которые Джордж прислал с Ибрахимом. Этими шашками можно отпугивать львов, но только не надо стрелять по ним. Джордж сам этим займется. Я передала все это сержанту, и он поехал в Тану. Остановившись по пути в местной ловчонке, он услышал, что староста велел своим людям убить львов, даже послал за объездчиками соседнего участка, чтобы они помогли. Надо было поскорее добираться до Тана, чтобы передать слова Джорджа и шашки. Но сержант решил вернуться в лагерь и рассказать обо всем мне. Я с ужасом подумала о том, сколько времени уже потеряно, и просила сержанта поскорее ехать там, хотя бы он успел добраться туда прежде, чем убьют кого-нибудь из львят. Разумеется, если дети Эльсы и впрямь причастны к нападению на скот. Все это происходило 24 марта. Болезнь не позволяла мне выйти из лагеря, не говоря уж о том, чтобы искать следы, и я очень волновалась. Дождь барабанил по реке, ночью с той стороны доносилось рычание нескольких львов. Вечером приехал Джордж, и вскоре из зарослей около лагеря подал голос лев. Под утро зверь отступил к скалам. Джордж пошел на разведку и увидел следы львицы. Затем он отправился на Лендроэриктану к месту последнего налета. Дождь вынужден ехать его дальним путем. Я осталась в лагере, на случай, если львята покажутся в нашем районе. На следующий вечер на больших скалах рычал лев. Ему издали отзывался другой. Потом львиные голоса приблизились к киченлаге. Вот бы наши львята пришли с ним. Я попросила Боя приготовить мясо. Неожиданно грянул целый львиный хор. Было такое впечатление, словно лагерь со всех сторон окружили львы. Мы поспешили убрать мясо в мой грузовик. Потом каждый стал укреплять свои изгородь. Наконец я легла, но а с ней не могло быть и речи. Львиное рычание не давало мне сомкнуть глаз всю ночь. Только на рассвете львы ушли к большим скалам. Утром я пошла на могилу Эльсы. И оттуда приметила какое-то движение на больших скалах. В бинокль я разглядела двух львов, которые нежились на солнце, и поспешила к скалам, насколько позволяла больная нога. Три взрослых льва и три львенка, ростом с детей Эльсы, четко вырисовывались на гребне. Несколько минут я наблюдала за ними. Семья мирно отдыхала. Одна львица облизывала львят. Они играли и катались по земле. Хотя было далековато для моего объектива, я сделал несколько снимков, после чего осторожно стала приближаться к ним. Когда оставалось около четырехсот метров, львы встревожились, и один за другим стали на ирятью расселину, где в свое время у Эльсы начинали схватки. Остался только один львенок. Он припал к земле и следил за мной, положив голову на передние лапы. Может быть, это Джеспе. К сожалению, утреннее солнце светило мне прямо в глаза, поэтому я видела только силуэт. А когда я подошла еще ближе, львенок скрылся. При виде этой львиной диле у меня впервые после смерти Эльсы стало немного легче на душе. Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что это были именно наши львята со своими приемными родителями. С другой стороны, разве может быть такое совпадение, чтобы вблизи от лагеря появились взрослые львы с другими тремя львятами из точно такого же возраста. Я рассказала обо всем в лагере. Потом мы погрузили в ленд-ровер козью тушу и вместе с Ибрахимом поехали к большим скалам. Здесь я положила мясо на видном месте, чтобы львы легко его нашли. Мы прикрыли машину ветками и стали ждать, если появятся львята, постараясь еще раз делать снимки. Может быть, удастся все-таки опознать их. Но вот уже и одиннадцать часов. Стало совсем жарко, да еще ветер переменился, несет запах не в ту сторону. И нет грифов, которые могли бы навести львов на тушу. Придется перевезти ее на гряду в Арчун, но сперва надо сходить в лагерь, оставить записку для Джорджа, на случай, если он приедет и захочет присоединиться к нам. Двое суток, как его нет, а я ждала его с минуты на минуту. А у палаток меня встретили два объездчика с письмом от Джорджа. Он писал. Добрался до деревни двадцать шестого вечером, одолев шестьдесят пять километров скверной дороги и двенадцать километров густого буша. Раздобыл тушу для прималки и устроил засаду возле бомы, на которую нападали львы. Просидел ночь никого. Утром разбил лагерь в трех километрах от деревни на берегу Таны и пошел вниз по реке искать следы. Свежих отпечатков не было. Пришли объездчики, рассказали, что ночью львы пытались проникнуть в другую бомбу, но их отогнали. Объездчики хотели выследить их, но потеряли след. Вчера вечером я снова устроил засаду на поляне в километре от второй бомы. Около одиннадцати часов внезапно появилась Эльса маленькая и бросилась на мясо, привязанное к пню. Следом выскочил Джеспе. Сзади у него торчала стрела, к счастью неотравленная. Оба львенка принялись есть. Тут и губа показался, он тоже подошел к туши. Все трое сильно исхудались, голодались. Я заговорил с ними, они ничуть не испугались и за какой-нибудь час управились козой. Несколько раз подходили к миске с водой, которую я поставил позади машины. Они, конечно, узнали мой голос, и я уверен, что сегодня ночью они придут опять. Сомневаться не приходится. Это они нападали на бомы. Мы должны выплатить немалую компенсацию. Немедленно пришли на своем ленд-рое с Ибрахимом всех коз, продукты для меня, а также мою маленькую палатку, стол, стул, ящики. Я найму местных жителей, и мы сразу начнем прорубать дорогу. Затем надо будет перебросить сюда весь лагерь и доставить на грузовике клетки, чтобы вывезти львят. Но главное, чтобы Ибрахим привез коз. Если река сильно развелась, пусть едет дальним путем, только он обязательно должен быть здесь сегодня. Львята очень голодны. Если я их не подкормлю, они непременно нападут на какую-нибудь бому. Это, конечно, свирепо виновата. Она отогнала львят от лагеря Эльсы 4 марта. Твой Джордж. Пожалуйста, пришли мне все мои боеприпасы. Глава 9. Кризис. Письмо Джорджа поразило меня. Надо же, такое совпадение, чтобы именно сейчас в нашем районе появилась семья с теми львятами такого же возраста. А мы все время думали, что Джеспа, Гупа, Эльса маленькая держатся вблизи лагеря. И тут я вспомнила семью, для которой Эльса во время своей беременности была тетушкой, даже мясо им иступала. Может быть, свирепо родила как раз перед Эльсой? Тогда район вокруг лагеря до нашего появления по праву принадлежал ей. Возможно, что свирепо обнаружил соперницу, которая к тому же водилась с людьми, ушла со своим потомством подальше от лагеря, вверх по течению реки. Мне вспомнился случай, когда в июле мы искали Эльсу. Мы нашли, как нам показалось, ее семейство под Баобабом, и нас удивило их странное поведение. Может, и то была свирепо. Ведь наведываясь в лагерь, она всякий раз появлялась именно с той стороны. Правда, она приходила одна, но это ничего не значит. Возможно, львица просто прятала своих детей, прежде чем идти на вылазку. Значит, что воюя с Эльсой, свирепо просто-напросто отстаивало свои владения. Но она всегда наталкивалась на нас и отступала. Теперь же, когда Эльса погибла, вполне естественно, что свирепо решило прогнать чужих львят и утвердиться на своей территории. Во всяком случае, львята, которых я в это утро приняла за наших, были скорее всего детьми свирепы. Удар был теперь особенно мучительным, ведь всего несколько часов назад я радовалась, что наши львята в полной безопасности и совсем не причастны к нападениям на бомбы Тана. И как только они смогли выжить, охотиться на диких зверей они не умеют. Должно быть, здорово изголодались, прежде чем набрели накос, который к тому же привыкли считать своей обычной пищей. Недобрый прием, оказанный им жителями, видимо, напугал их. Но кто же упрекнет владельцев скота за то, что они защищали свое имущество? Теперь нужно пощедрее вознаградить их, чтобы они не так рвались к расправе с львятами, а потом поскорее подыскать хорошее место для наших воспитанников. В лагере меня больше ничего не удерживало. Забрав с собой пять коз и важнейшее снаряжение, я вместе с Ибрахимом и одним объездчиком поехала к Джорджу. В машине места было мало, поэтому остальным пришлось идти пешком через буш. Нас основательно потрясло на ухабах. Местность была такая, словно здесь когда-то потешался великан, разбрасывая во все стороны камни. Иногда попадалась африканская деревушка, зажатая среди громадных глыб. Бугарки земляных лачуг почти сливались с окружающей местности. Там мы добрались как раз до темноты. Река тут около четырехсот метров ширина. Высокие деревья по берегам и узкая полоска кустарника единственное яркое пятно. Дальше простирается мрачный, пыльный, сухой буш. По сравнению с лагерем Эльсы высота здесь над уровнем моря намного меньше и климат более жаркий. Последние тридцать километров в пути впереди машины шел проводник. Ведь в таком густом буше слишком легко налететь на какое-нибудь препятствие. Колючки безжалостно царапали его, но он был молодцом, нащупывал путь через поваленные стволы и норы, кусты и русла, кое-де заполненные водой. Путь себе он освещал фонариком, наши фары только ослепляли его. Два часа мы пробивались сквозь буш, наконец, очутились на берегу стремительного потока шириной около пятидесяти метров. Мы сняли с вентилятора ремень, съехали вниз с крутого берега и, бредя по коленам в воде, переправили машину на ту сторону. Здесь нам попалась бомба старосты, до лагеря Джорджа оставалось еще три километра. Добравшись туда, мы узнали, что Джордж сидит в засаде, ждет львят. Бросив все, я поспешила к нему, встретились мы с ним в девять часов вечера. Джордж обычно скупно по хвалу, но на этот раз он одобрительно заметил, и как вы только ухитрились темноте пробиться сквозь буш. Мы стали ждать вместе, Джордж включал время от времени мощный фонарь, чтобы не прозевать львят, и рассказал мне, как был ранен Джеспе. В ночь на двадцать пятая несколько местных жителей решили прикончить львов-разбойников. Они заметили одного из них в загоне для скота, это был Джеспе. Он убил двух коз, но не успел уйти с добычей. Отряд, вооруженный луками и отравленными стрелами, окружил его. Он забился в изгородь, по нему выпустили два десятка стрел, но они застревали в ветках. Только одна стрела опущенная юным стрелком попала в цель. К счастью для Джеспе она не была отравлена. Взрослые еще не доверяли мальчику смертельный яд. Стрела проникла неглубоко, зубец и сантиметров семь-восемь древка засели под кожей, да снаружи торчало сантиметра два-три. Джор надеялся, что стрела выпадет под собственным весом, и Джеспе залежит рану, так что заражения не будет. Она вроде бы не мешала львенку и не причиняла боли. Львята хорошо приняли Джорджа и не избегали его, но извлечь стрелу у Джеспа он, конечно, не смог. Джордж нанял тридцать человек, чтобы прорубить вдоль реки дорогу на тринадцать километров. Дорога нужна была для того, чтобы перебросить на грузовике весь наш лагерь. Он подобрал также четверых помощников выслеживать львят, а владельцам убитого скота обещал большое вознаграждение. Местные жители были только рады случаю подзаработать, с их стороны он не стесил никакой враждебности. Джордж посоветовал мне ночевать в нашем временном лагере на случай, если там появится вдруг львята. Я пробовала звать их, но не дозвалась и поехала обратно. Мы слишком устали, чтобы стоять в палатку, я легла спать под открытым небом, надеясь, что дождя не будет. Это совсем рядом упал орех с пальмы дум. Что ж, добрый примет, а ведь орех мог попасть не в голову и убить. К завтраку вернулся Джордж, ни он, ни его помощники, которые охраняли хижины, вооружившись осветительными шашками, львят не видели. Позднее Джордж пошел на разведку, он взял с собой нуру, львята его знают и не испугаются. Наш лагерь находился как раз у водопоя на Тане. Не успел Джордж уйти, как появилось огромное стадо скота, лагерь окутало густое облако пыли, оттуда доносилось мычание, блеяние и топот копыт. Очевидно, так будет каждый день, надо подыскивать другое место. Я пошла вдоль реки, чтобы высмотреть подходящую площадку. Было очень жарко, я старалась держаться в тени под деревьями. Тана в этом месте делает огромную петлю, здесь много быстрин и островков с пышной растительностью, повсюду на песке нежились под солнцем крокодилы, в зарослях по берегам было много тропок, видимо, проложенных бегемотами. Наконец мне попалось хорошее место, спуск к реке там был не очень крут, удобно будет ходить за водой, если срубить кусты, можно расчистить ровную площадку для наших палаток, берег подымется над рекой метра на три, как бы отделяя ее валом отравнины, которая казалась просто раскаленной сковородой в сравнении с полоской тени у реки. Джордж вернулся около двух часов, львят он не нашел, его разморило, он весь обливался потом, и я от души пожалела его. К счастью, на мелководье у нашего берега можно было искупаться и освежиться, не боясь попасть в зубы крокодил. После купания Джордж сказал, что в это утро спас жизнь водяному козлу. Они прошли вдоль реки метров триста, как друг Нуру заметил в воде какое-то темное пятно. Джордж навел бинокль и увидел водяного козла. Тот же он заметил на берегу пятерых браконьеров, они натравливали на антилопу своих псов. Думая, что и браконьеры заметили его, Джордж сделал предупредительный выстрел в воздух, а те от неожиданности побежали прямо на него. Джордж и Нуру пытались перехватить их, но браконьеров было слишком много, они сумели уйти в буш, один из них переплыл через реку. Мы перенесли свой лагерь, выбрав место подальше от троп бегемотов. Нужно было разработать план действий. Джордж решил каждую ночь дежурить в Лендровере, чтобы перехватить львят на пути к бомбам и для приманки брать с собой мясо. Объездщики будут охранять бомбы, а я останусь в лагере и тоже приготовлю львятом козлятин. Если кто-нибудь из нас увидит львят, мы и дадим знать об этом Джорджу выстрелами. Объездщики стреляют один раз, я два раза. Когда стемнело, Джордж отправился на дежурство, но в эту ночь львята избрали другой путь. Они атаковали бому и искалечили овцу, однако съезды обычно не успели, объездщик отогнал их осветительными шашками. Ночью лил дождь, идти по следу было бесполезно. Чтобы приманить львят к Лендроверу, Джордж протащил козью тушу через буш, но утром увидел, что отведать мясо приходили одни гиены до шакалы, а львята на следующую ночью ворвались в другую бому и ранили двух коз. Бритился дождливый сезон. Это тревожило нас. Мы боялись, что до тех пор не получим грузовика с двойным приводом. Наша старая тема слаба для здешней части, и нельзя бесконечно держать Бенфорд Кена Смита. Нам нужна машина, чтобы перевезти снаряжение и помочь бригаде, которая прокладывает дорогу, но главное, чтобы транспортировать в ряд, когда мы их поймаем. Для этого нам понадобится сразу два грузовика. Один грузовик для зверей, один для лагерного снаряжения и два лендровера для перевозки личного имущества. Нельзя перегружать лендроверы, вдруг на трудных участках придется тащить грузовики на буксире. Посоветовавшись, мы решили, что мне нужно ехать в Исиола и раздобыть еще один бентфорд такой же мощности, что и грузовик Кена Смита, чтобы установить на нем заказанные нами три транспортные клетки. Утром я отправилась в путь с верным Ибрахимом. Перед самым отъездом мы узнали, что львята напали на две бомбы, но их отогнали, и они не успели натворить бед. На мой запрос о новом бентфорде мне ответили, что машину можно получить только через три недели. Для нас это было слишком долго. Тогда я справилась, нельзя ли в крайнем случае арендовать грузовик у фирмы, организующей сафари. Оказалось, что можно. Закончив дела в Исиола, я на грузовике Кена поехала в лагерь Эльсы, чтобы забрать оттуда оставшиеся вещи, и заночевала там. Вокруг могилы Эльсы как раз расцвели алоэ. Меня удивил цвет лепестков. Они были беловато-зеленые, а не розовые, как обычно. Случайно мы привезли из Исиола редкий вид. У самой могилы появилось какое-то странное растение, я такого до сих пор никогда не видала. Восковая оранжевая чашечка без стебля, в середине липкое вещество с мускусным запахом. От краев чашечки внутрь, словно щупальца, изгибалось множество лепестков. Я сделал несколько снимков, потом определила, что это растение, которое встречалось только на крайнем западе Африки. Ночь выдалась тихая, ласковый свет луны создавал ощущение мира и гармонии. Я не спала. Отец наших львят тявкая бродил вокруг лагеря, потом он сходил на большие скалы и в конце концов ушел за реку. В небе над могилой Эльса мерцал южный крест, к утру он изменил положение, был обращен в сторону Таны. Так прошла моя последняя ночь в старом лагере, который успел стать для меня вторым домом. Пока мужчины свертывали лагерь, я спустилась к лагере возле кабинета и пошла вдоль реки. На каждом шагу волнующие воспоминания, на гляде ворчун затявкали бабуины, и у меня стало совсем горько на душе. Сколько раз они извещали нас о появлении Эльсы с семейством. А о чем они говорят сейчас? Очевидно, торопят меня ехать Тану и выручать львят. Мы прибыли в полдень. Джордж сразу же рассказал мне, что он каждый день ходил на разведку и каждую ночь сидел в засаде, но львят больше не видел, зато они постоянно нападали на бомбы. Плохо дело. Судя по всему, они не ели уже 10 дней, ведь их всякий раз отгоняли, не давая унести добычу. Если только львята не убили в буши какого-нибудь дик-дика, они страшно изголодались, как бы не напали на людей. Их охотничьи угодья 12-13 километров буша, и они ни разу не возвращались к одной и той же боме, поэтому Джордж никак не мог предугадать, в каком месте они появятся. Джеспе дважды заходил в хижины. В первом случае женщина проснулась от жалобного блеяния своего любимого козленка и увидела, что челюсти Джеспе уже сомкнулись вокруг его шеи. Она закричала, Джеспе выпустил козленка и удрал. От сотрясения лачуга рухнула, к счастью, никто не пострадал. А на следующую ночь неукрасимый Джеспе ворвался в хижину, в которой спал со своими козами юный африканец. Мальчик проснулся и увидел торчащий из-под нар хвоста Джеста. Львенок добирался до забившейся туда козы. Парень закричал и стукнул Джеспе ногой. Тот убежал. Джордж был измучен бессонными ночами и постоянно тревогой. Его угнетало сознание, что в Исеола накопилось много работы, но сейчас он не мог ни на одну ночь оставить танок. Теперь он задумал проложить прямую дорогу на 22 километра до самого лагеря Эльсы. Уже были наняты люди. Часть пути проходила по хорошей слоновьей тропе, что намного влегчало работу. Новый грузовик позволит нам устроить передвижной лагерь и все время следить за львятами. Джордж собирался выкладывать вдоль дороги мясо, каждый раз все дальше и дальше от бом. Когда уведем львят на безопасное расстояние, постараемся загнать их ловушку. Не теряя времени, Джордж в тот день протащил через заросли козью тушу и развел большой костер. Львят они пришли, они предпочли напасть на бому в километре от нас. На следующий день один из наших помощников увидел след льва ведущий но на берегу реки напротив кордона отпечатки лап пропали. А около девяти часов вечера сидя за саде у приманки Джордж вдруг увидел Джеспе и Эссу маленькую. Они сильно отощали. Стрела по-прежнему сидела в бедре Джеспе. Но брат и сестра вели себя спокойно. Джеспе вылакал рыбьи жир из миски, которую протянул ему Джордж. Они с жадностью съели все мясо и около пяти утра ушли. Видимо Гупа отделился от них. Это его следы вели к старому лагерю. Мы послали гонца на кордон к объездщикам с просьбой, если Гупа появится, накормить его и известить нас. Джордж заплатил африканцам за ущерб, причиненный львятами, а вечером устроил засаду поблизости от того места, где по всем приметам они устроили себе лешку. Всю ночь шел дождь, львят Джордж не увидел, они приходили туда, где встречались с ним накануне и не застав Джорджа атаковали три бомы, убили двух коз и искалечили еще шесть. Утром наши помощники выследили их, но оба львенка убежали. Прибыл объездщик и рассказал, что в ночь с пятого на шестого апреля молодой лев приходил в лагерь Эльсы, намного отпечатков лап было там, где прежде стояла палатка Джорджа. Лев ушел к большим скалам. На следующую ночь он возвратился в обществе взрослого льва, но тот не зашел в лагерь, а сразу переправился через реку. Молодой лев сперва прошел к дереву, которое служило нам холодильником, оттуда к могиле Эльсы, наконец заглянул в старую клетку. Это мог быть только Гупа, видимо раздосадованный, что ему не удалось пробраться в Буму, он от сильного голода проявил несвойственную ему активность и один проделал путь до лагеря, надеясь, что там его накормят. Объездчики, которые дежурили в старом лагере, не были знакомы с палатками наших львят, поэтому туда отправился Нурру, чтобы позаботиться о Гупе. Я решила присоединиться к нему и как только будет возможно переправиться через реку на машине. Если Гупа приведет остальных львят к лагерю Эйсы, это намного облегчит нашу задачу. Пока же дело только осложнилось. Нам и без того стоило немалых трудов следить за перемещениями львят и предупреждать набеги, а наблюдать за двумя участками, когда между ними больше двадцати километров и почти невозможно проехать из-за дожжей, просто кошмар. Ночью львята прошли всего ста метрах Джорджа. Они возвращались от бома, возле которой съели выброшенную жителями издохшую козу. Как нам действовать? Мы могли только проследить, чтобы получше укрепили изгороди вокруг бомб и разослать объездщиков на охрану поселения. Но где взять столько людей? А тут еще лопнула задняя ось на лендровере Джорджа. Ибрахим поехал в Исиол за новой. Теперь Джордж ходил за саду с маленькой палаткой. Вечером проводив его на дежурство, я пошла погулять. Весь день на небе громоздились тучи, было душно, собирался дождь. Вдруг послышалось басовитое хрюканье, это два бегемота бултыхались в воде, поднимаясь к поверхности и пуская фонтаны воды. Заходящее солнце стало оранжевым, потом алым, багровым. На фоне пылающего шара красиво и четко выделялась пальмовая рощица, было видно чуть ли не каждый лист. Но вот всемнело, все предметы потонули в сером море буша. Гул автомобиля прервал мои размышления. Это вернулся Ибрахим. Он сказал, что в горах идут дожди и вода в реке быстро прибывает, ему едва удалось переправиться. Только я легла в постель, хлынул ливень. Как там Джош? Сидит в маленькой палаточке под дождем, кругом львы. Бегемоты гуколи слишком уж близко от моей палатки. Но в конце концов я все-таки задремала. Разбудило меня какое-то равномерное чавканье. Оно смешивалось с дробью дождя мою палатку и ревом текущей поблизости таны. Я долго не могла понять, в чем дело. Сломанная ветка шлепает по брезенту мокрыми листьями. В это время сварился один из кольев, которым была привязана моя палатка. Я включила фонарик и увидела, что чавкает вода. Река подбиралась ко мне. В отчаянии я откликнула боев, но до их палаток было двести метров. Они, конечно, не слышали моего голоса, заглушенного ревом потока. Я бегом кинулась к ним. Они крепко спали, зарывшись в палатках, которые вот-вот превратятся в ловушки. Не подоспея, вовремя наши помощники могли бы утонуть. Выбравшись на волю, они тотчас осознали, какая опасность им грозить. Мы быстро сняли большую палатку Джорджа, где хранились ружья, лекарства, продукты, снаряжение. Ее уже наполовину затопило. Перенесли все подальше от воды, потом убрали и мою палатку. Здесь стоял один только мой фонарик, да и тот я вскоре уронила воду. Какое счастье, что Ибрахим вернулся. Он быстро организовал перепугавшихся людей, и почти все наше имущество было спасено. На некоторое время мы были в безопасности, но если не случится чудо, равнина, где мы теперь находились, очень скоро тоже будет затоплена. Воткнув грязь в палку, я следила, как поднимается вода. К моему удивлению, казалось, что уровень больше не меняется. А ведь еще немного река смыла бы наш лагерь. Мы немедленно принялись спасать лендровер Джорджа со всех сторон окруженной водой. К счастью, машина стояла под деревом. С помощью импровизированного блока нам удалось приподнять ее, так что поток уже не мог ее нести. И снова я подумала, как хорошо, что Ибрахим здесь. Закончив эту операцию, мы стали ждать рассвета. Мокрые, измученные. Едва расцвело, явился Джордж. Он тоже про дороги промок. Джордж сказал, что перед самым дождем приходили Джеспа и Эльса Маленькая. Они основательно поели и сразу ушли. Когда хлынул ливень, все колья выскочили, и палатка упала на Джорджа. Остаток ночи он просидел, скорчившись под мокрым брезентом. Если бы вернулись лято, он был бы в дурацком положении. Но Эльса Маленькая и Джеспа, как после выяснилось, были заняты в другом месте. Несмотря на сытный обед, они все-таки забрались в бому и убили козу. Глава 10. Подготовка. Поразмыслив, мы решили, что лучше всего поставить палатки на равнине среди буша, поближе к высоким деревьям, в осень у которых можно укрыться от дневного зноя. Я разложила на солнце наше промокшее имущество, и Джордж отправился искать львят. Он не нашел их, зато вечером, когда он, выложив мясо, дежурил в моей машине, появились Джеспа и Эльса Маленькая. Они жадно уничтожали тушу до 11 часов. Под утро Джордж впервые услышал, как львята рычат. Голоса в них были еще не окрепшие, но достаточно грозные. Может быть, они звали Гупу или утверждали свои права на новое владение? На следующий день львята появились раньше, съели половину припасенного для них мяса, а когда начался дождь, ушли и явно из чистого хулиганства напали на Бому, убили трех коз и искалечили четырех. А у меня были свои приключения. Мечтая о тени, я поставила палатку возле огромного куста и не заметила, что обосновалась как раз на тропе бегемотов. Ночью, в нескольких метрах от палатки, послышался топот, но, к счастью, бегемот повернул и плюхнулся в реку. Из-за сильного дождя я до утра была прикована к этому месту, хотя она снова затопила, и палатки свалились. Коробки, в которых я держала свои бумаги, промокли, и их содержимое превратилось в кашу. Я осторожно извлекла самые важные папки и положила сушиться, многие буквы расплылись. Весь день мы подсушивали имущество, а потом ливни снова нам все портили. Вообще день был какой-то суматошный, но все-таки выпадали и радостные мгновения. В разгар хлопот я вдруг остановила взгляд на ярком пятне. Солнечный луч упал на ажурные пальмовые листы, каймленные небесной синевой. Удивительное несравненное изящество и совершенство. Вечером по пути к львятам машина Джорджа застряла в грязи. Когда он, наконец, добрался до места, Джеспа и Эльса маленькая уже ждали его. Они жадно набросились на привезенное мясо, а он сидел в темноте и слушал их довольно лчаня. Потом включил фары и с удивлением увидел, что львят стало трое. Должно быть, гупо только что подошел, потому что он по всем правилам здоровался с братом и сестрой. А когда церемония кончилась, он забрал все мясо себе и их и близко не подпускал. Видимо, сильно проголодался. Но выглядел он вполне здоровым, его не было целую неделю. Судя по виду, за это время ему удалось как следует поесть не меньше двух раз. Львята вылакали свой рыбий жир и пошли к бомам. Джордж выстрелом предупредил объедчиков, и они отогнали львят световыми шашками. Хотя львята до сих пор нарушали все наши планы, мы решили держать клетки на готове. Погода с каждым днем портилась. Необходимо было подвезти клетки сюда, пока их еще можно доставить на грузовике. Новая дорога протянула сквозь буш на двадцать с лишним километров. Конечно, она не шла ни в какое сравнение с дорогой, по которой мы до сих пор ездили в Тано. Зато намного сокращала путь. И второе преимущество. Она пересекала реку в сравнительно узком месте. Правда, подъезды были довольно круты, но ведь на старом маршруте ширина переправы полтораста метров, и в разлив там, пожалуй, и вовсе не проехать. Вместе с Ибрахимом я отправилась в Исиола за нужными нам вещами. Даже на новом пути переправа потребовала немалых усилий. Я все время отмечала, где надо будет улучшить дорогу, чтобы можно было провести по ней машину с львятами. В Исиола я узнала от майора Гримбуда, что переговоры с заповедниками закончились успешно. Нам разрешили переселить львят в национальный парк Серенгетти в Танганьике. Вот это замечательно. Серенгетти знаменит своими львами и обилием дичи. Лучшего дома для наших львят нельзя пожелать. Я написала письмо начальнику управления национальных парков. Поблагодарила за любезное согласие, и подчеркнула, что из-за своей молодости, им было всего 16 месяцев, львята еще месяц-два будут нуждаться в нашей помощи. У них не сменились молочные зубы, и раньше двух лет они не сумеют самостоятельно охотиться. Конечно, я упомянула и о стреле, застрявшей в бедре джеспе. Я узнала, что заказанный нами грузовик был еще в порту Монбасы. Пришлось взять на прокат машину у компании Кэрдауни Сафари. Ждать было бы опасно, могло сорваться все дело. Майор Гриммут разрешил нам пользоваться Бенфордом Кена Смит. И так машины есть. Я нажала на плотников, чтобы поскорее сделали клетки-ловушки, заказала блоки, веревки, аккумуляторы, либриум, фотоматериалы, взяла деньги в банке, побывала у доктора. Последние недели я перевязывала ногу в условиях, которые трудно назвать гигиеническими. Тем не менее, рана начала понемногу заживать. Все время, что я была в Осиола, непрерывно лил дождь. Надо поскорее возвращаться, пока наводнения не преградили путь. И вот я, наконец, в лагере. Пригнала прокатный грузовик, доставила три клетки. Джордж сказал, что все эти четыре ночи он встречался с ольвятами. Они несколько раз подбирались к бомбам, но их вовремя отгоняли. Принятые Джорджем меры предосторожности укрепления изгородей, охранно-объездщиками наиболее уязвимых мест, сигнальные выстрелы, оправдали себя. Однажды львята получили от Джорджа двух цесарок. Тотчас завязалась потасовка, козлятина их уже не интересовала. Джордж заметил, что Эльса маленькая, сильно хромает. Видимо, занозила лапу колечкой, но помочь-то и дикарке он не мог. А вообще львята выглядели превосходно. Джеспе все еще не избавился от стрелы, но она ему не мешала. Доверие к Джорджу восстановилось. Львята спокойно разрешали ему подходить к ним, когда ели, подливать в миски воды и рыбьего жира. Они признавали его не только в темное время суток. Накануне моего приезда Джордж набрел на львя среди бела дня, когда они спали под кустом. Львята не спеша отошли в сторонку и снова легли. Все это звучало утешительно, но мы продолжали чувствовать себя, как на вулкане. Конечно, львята не нападали на людей, даже когда их совершенно изголодавшихся отгоняли от добычи. А местные жители проявляли долготерпение и охотно помогали нам. Щедрое вознаграждение сыграло свою роль, и, видимо, их вполне устраивал такой удобный рынок сбыта коз. И все-таки страшно, когда подумаешь, что в Буша полно коз и овец, за которыми присматривают дети. Чем скорее мы поймаем и увезем львят, тем лучше будет для всех. По соседству с логовом, в котором львята отдыхали днем, мы расчистили площадку. На площадке поставили все три клетки. Джордж поднял дверцы и привязал к ним веревки, другой их конец пропустил через блоки, подвешенные на укрепленные над клетками балки. Балка опиралась на сущие деревья, стоящие по краям расчистки. Потом он склел все три веревки вместе и привязал скользящим узлом затветье дерева, метров двадцати от клеток. Здесь Джордж поставит лендровер и будет ждать, когда львята зайдут каждый в свою клетку. И в нужный момент он отпустит веревку, дверцы одновременно закроются. Первым делом надо приучить львят есть в клетках. Уже одиннадцать ночей они почти всегда приходили за мясом к Джорджу, а он переносил место кормления все дальше от бомб и все ближе к клеткам. Когда осталось полкилометра, он привязал две туши к лендроверу, дождался львят и медленно потащил козлятину к ловушкам. Но Джесс посорвал всю затею. Он схватил тушу, обошел с ней вокруг дерева и веревка лопнула. На следующую ночь Джорджу повезло гораздо больше. Львята дошли за своим обедом до самых клеток. Они ничуть не испугались этих больших ящиков. Гупа со своей порцией сразу забрался в клетку. Видимо, теперь уже скоро нам удастся поймать львят. Мы воспряли духом, но Джорджа по-прежнему беспокоили сильно запущенные дела Васиола. А поездка в Серенгесе опять надолго оторвет его, ведь мы хотели пожить в заповеднике, пока львята совсем не освоятся. А до Сиола до Серенгесе около тысячи километров. Ездить все время туда и обратно он не сможет. До сих пор майор Гримбуд стоял за него горой, но ведь нельзя без конца злоупотреблять добрым отношением начальника. Оставалось только бросить работу и всецело посвятить себе львятам. И Джордж подал майору Гримбуду заявление об уходе. Я знала, чего ему это стоило после 22 лет честной службы. Одного взгляда на осунувшееся лицо Джорджа было достаточно, чтобы понять, как отразились на нем события последних недель. Пожалуй, стоит съездить в Сиола и найти ему в помощь профессионального зверолого. Еще надо придумать, как извлечь стрелу из бедра Джеспе. Джордж обратился к старикам, помнившим племенные усобицы, чтобы узнать о них, как вытаскивать стрелы из ра. Они объяснили, что надо крутить стрелу, пока зубец не высвободится. Если просто дернуть, будет очень уж больно. Но вряд ли жеста позволит нам долго крутить стрелу. Тогда Джордж делал увеличенную копию зубца с очень острыми краями. Его надо просунуть под стрелу, зацепить ее и выдернуть, не особенно расширяя края раны. Но сперва нужно залучить Джеспа в клетку, сделать ему обезболивающий укол. Хорошо бы выполнить эту операцию прежде, чем мы повезем львят в Сиоленгет. Я снова поехала с Ибрахимом в Сиола. Нужен был шприц для укола, нужен зверолов, нужны цепи для наших машин. Мы взяли грузовик Кена, но все равно нуждался в ремонте. Пятитонка то и дело буксовала на мокрой глине. Черное небо сулило новые дожди. И поскорее бы обернуться, пока погода не сорвала нам все дело. Мне удалось управиться с покупками за один день. Не найдя профессиональных звероловов, я позвонила Джулиану Маккинду, который участвовал в сафари, описанном в моей первой книге, и с тех пор занимался охотой. Маккинг согласился помочь, он обещал прийти на следующее утро. Я позвонила также Джону Бергеру и еще одному ветеринару в Найроби и спросила, не возьмутся ли они извлечь стрелу у Джеспе, если мы попадем к ним в удобное время. Оба жили как раз на пути, по которому мы повезем львят. Уж очень не хотелось мне засевать что-то самой, ведь у Джеспе такая толстая шкура, вдруг укол не подействует. В свое время один американский журнал запрашивал мне, взяли их репортеры сфотографировать поимку львят. Мы не знали, когда это будет, и оставили вопрос открытым. И вот сейчас в Исиолу мне вручили три телеграммы. На днях прибывает фоторепортер. Но я удивилась еще больше, когда на следующее утро фотограф позвонил из Найроби и сообщил, что уже приехал, завтра будет в Исиолу. Пришлось задержаться еще на сутки. Ведь это было не кстати, я опасалась, что разойдутся дожди, но ведь человек приехал издалека, и фоторепортаж может принести пользу заповедникам. Я решила подождать. Мы уже разослали обращение с просьбой вносить средства в фонд помощи животным, обитающим в таких районах, где они мешают человеку, и придется либо перевозить их, либо истреблять. Часто животные обречены только потому, что нет денег на транспортировку. Если наш призыв найдет отклик, это поможет снарядить отряды по спасению животных. Мы назвали фонд именем Эльсы, «А теперь смертный приговор грозит ее детям, если сорвется наша затея». В журналах много читателей, может быть, статья расположит их в пользу нашего проекта спасательных отрядов. Тогда я не пожалею, что задержалась в Исиолу. Пришел Джулиан, и я рассказала ему, как мы задумали поймать львят. Он очень советовал отвезти в лагерь большую общую клетку. Гораздо легче будет заманить львят в нее, а уж потом разделить их. Маловероятно, чтобы все трое одновременно зашли каждый в свою клетку, а ловить их в рост нет смысла, пойманный предупредит об опасности двух остальных. И так мы водрузили на грузовик громоздкую клетку и заполнили ее козами. Джулиан ехал отдельно на своем линдровере. С утра лил дождь, но летчик, доставивший фоторепортера в Исиолу, не сбился с пути и благополучно сел на скользком аэродроме. За много лет жизни в Кении я узнала, что человек здесь гораздо больше зависит от погоды, чем Европы. Очень часто дожди срывают все планы. Вот почему я слушала с изумлением фоторепортера, прилетевшего сюда из Берлина, который сказал, что отводит на съемку всего три дня и потом улетает на Кубу выполнять следующее задание. А ведь до лагеря далеко и дороги размыты, туда еще надо попасть. Ночью дождь лил, как из ведра. Пробьемся ли мы в лагерь? Жаль фотографа, кажется, его визит будет не очень приятным. Я не зря опасалась. Пути нам то и дело встречались машины, которые прыгали по ухабам и лавировали, чтобы не столкнуться, не попасть в канал. А тут еще эти ливни. Я ехала на грузовике, фоторепортеры и Джулиан на линдровере. Мы еле-еле ползли. Еще издали было слышно, как ревет река. И я поняла, что одолеть ее нам не удастся. Придется разбивать лагерь на берегу. Может быть, к утру вода спадет. К счастью, Джулиан захватил достаточно просторную палатку. В ней нашлось место и для фоторепортера. Я спала в маленькой альпинистской палатке, которая взяла с собой на всякий случай. Утром мы увидели, что река развелась еще больше, и послали двух объездчиков другим путем, 25 километров, например, через буш, чтобы они сообщили Жоржу о наших затруднениях и попросили его выслать нам навстречу линдрове. Когда спадет вода, он перетащит нас на тот берег. Ожидая помощи, Джулиан и фоторепортер в своей палатке обсуждали международное положение, а я у себя читала письма, полученные в Осиола. Газетные вырезки пестрели тревожными заголовками. Львят Эльсы, видимо, застрелят. Львятам Эльсы грозит смерть. Львята Эльсы. Смертный приговор. Глава одиннадцатая. Поимка. Я была потрясена. По словам газет, майор Гримбут сообщил репортерам в Найроби, что Джоржу предложено поймать львят и перевезти их в заповедник, а если ничего не получится, застрелить их. Нет, Гримбут не мог так поступить, не мог скатать так газетчикам, не предупредил нас. Я была уверена, и потом это подтвердилось, что его слова исказили, и решила не показывать этих вырезок фоторепортеру. Конечно, я знала, что если Львята даже слегка поцарапает хоть одного человека и ждет смертный приговор. Пока что, слава богу, таких случаев не было, но нужно поскорее увозить их. А мы застряли тут у реки. Я старалась не показывать свои тревоги, но уж очень трудно было сочувствовать фоторепортеру, который боялся опоздать к самолету на Кугу и вежливо отвечать на его жалобы, что я не захватила для него плечиков. Внезапно дождь прекратился. Мы с Ибрахимом с нетерпением следили, как убывает вода. Что, если объездчики, которые пошли напрямую, застрянут? Я предложила Джулиану подъехать, насколько возможно, к лагерю на Лендровере, а потом послать Ибрахима пешком с моим письмом для Джорджа. Так они и сделали. Когда дорога стала совсем непроезжей, Ибрахим несколько километров пробивался чуть не по пояс в грязи. Он пришел в лагерь задолго до объездчиков. Джордж, конечно, был удивлен, что надо принимать гостей при таких обстоятельствах. Он отправил Ибрахима на своем Лендровере нам навстречу. И на следующий день мы уже увидели, как Ибрахим весело машет нам с того берега. Переправиться на машине было невозможно. И мужчины на себе перенесли наше драгоценное снаряжение. Джулиан и репортер перешли в брод, подоткнув шорты. Меня перенесли на руках. Обычно я переправлялась сама, но моя рана еще не затянулась, и я боялась получить инфекцию в этой воде шоколадного цвета. На другом берегу мы все втиснулись в Лендровер. Это было не так-то просто, столько народу и снаряжения. Но мы все-таки справились и затряслись на ухабах по новой дороге. Джордж первым делом повел нас к клеткам и показал свои приспособления. Ничего не скажешь, замечательно. Только он опустил веревку, как все три дверцы одновременно упали, словно ножи гелиотины. Остались только узкие щелочки, чтобы не прищемить хвосты львят. Ни один профессиональный зверового лучше бы не придумал. Я очень гордил их Джорджем. Он рассказал нам, что львята приходили каждый вечер и ели мясо в клетках. Плохо только, что иногда в одну клетку заходят сразу двое. А если каждый займет свою клетку, непременно у кого-нибудь наружу торчит голова или хвост. Так что нельзя пускать в ход гелиотину. Дождемся ли мы такого момента, когда все трое будут в клетках в подходящем положении? Мы условили, что фоторепортер пойдет с Джорджем в ночную засаду, чтобы снять львят, когда они появятся. У него не было с собой специальных ламп, но он полагался на высокую чувствительность фотопленки и яркость автомобильных фар. Львята пришли, как только стемнело. Услышав незнакомый голос, они убежали, но вскоре вернулись и всю ночь провели у машины, не обращая внимания на щелканье фотоаппарата. На следующее утро репортер думал только о том, как бы поскорее уехать. Он сделал несколько снимков в лагере, сфотографировал бомбы, которые больше других пострадали от львят, и отправился в путь. Ему надо было на Кубу. Джулиар отвез его в Исиола, заодно он хотел пригнать оттуда новый грузовик, как только его пришлют. Мы надеялись, что он вернется к тому времени, когда мы поймаем львят. Его помощь была нам очень нужна, людей нас не хватало, все три водителя свалились от малярии, два обоя заболели дезинтерией, и Джордж совершенно измучился. Если Джулиан обернется вовремя, ему поручат свертывать лагерь и командовать рьергардом, а мы, не теряя времени, повезем львят. Казалось, что скоро настанет конец нашим тревогам. Но вдруг, словно бомба, письмо от администрации округа, ультиматум, отловить львят к такому-то числу. Администратор извинялся, что вынужден прислать такой приказ, но уж так сложились обстоятельства. Вот мы всем пали духом. Как не хотелось нам поскорее поймать львят, дело осложнялось. Помех было много, моя рана, болезни наших людей, угроза сильных ливней, неизвестность удовлетворено ли ходатайству Джорджа об увольнении, другим придется ехать из Сеола. Утешало нас лишь то, что за последние девять дней львята ни разу не атаковали бомбы. Каждый вечер они приходили за мясом к Джорджу. Было уже 24 апреля. Я не встречалась с львятами с 27 февраля, когда Жеспа играл со мной на гряде ворчун. Хотелось повидать их, и я поставила свою машину рядом с машиной Джорджа. Приготовила большие куски мяса, начиненные тирамицином, и положила их в клетки вместе с козьями туши. И вот мы ждем каждой своей машине. Уже стемнело. Вдруг я почувствовала, как что-то толкнулось в мою машину. Это было Джеспе. Он беззвучно скользнул клеткам. Появление второй машины его явно не смутило. Он съел два куска мяса с тирамицином, Затем подошел к Джорджу, который стоял у своего лендровера и держал миску с рыбьим жиром. Джеспе чисто вырезал миску и вернулся к мясу. На меня он посмотрел совершенно спокойно. Когда я тихонько откликнула его, на них он насторожил уши и продолжал есть. Джеспе очень вырос, окреп, но, как и Эльса, не отличался таким уж мощным сложением. Под кожей на бедре ясно проступал наконечник стрелы, из раны сочилась сукровица. Но ни опухоли, ни воспаления не было. Иногда он присаживался и лизал рану. Хорошо, что она совсем не сковывала его движений. А вдруг в кустах за моей машиной что-то зашуршало? Я посветила фонариком и метров двадцати заметила Гуппу. Он прятался там уже около четверти часа. Потом к нему присоединилась Эльса маленькая и откликнула их, но они испугались на его голосе. Гуппа два раза порывался убегать, однако не смог устоять перед соблазнительным запахом мяса и прокрался клеткам. Он съел куски с терамицином, вылакал две миски рыбьего жира и принялся за козу. Эльса маленькая все еще рабела. Только после полуночи она отважилась подойти к клеткам. Братья не ставили ей ни терамицина, ни рыбьего жира. Все три львенка выглядели хорошо. Я вспомнила снимки, которые сделал Джордж, когда впервые выстрелил их на Тане. Тогда львята выглядели скелетами. Да, Джордж потрудился на славу. Только благодаря его терпению и изобретательности они так великолепно поправились и снова прониклись доверием к нам. Львята ели мясо до четырех утра, набили животы до отказа и ушли. Утром Ибрасим поехал в Исиола со срочными письмами. Небо хмурилось. Как бы он не застрял где-нибудь, ведь надо проехать 650 километров по размытой дороге. Вечером львята не явились. Конечно, после вчерашней обильной трапезы они могут и пропустить один день, но все-таки мы беспокоились. Ночью до лагеря доносилось рычание льва. Разыскивать львят утром было бесполезно. Ливень смыл все следы. А когда стемнело, пришел Джест, правда, ненадолго. Через час я услышала вдалеке его голос, и Гуппа, который тоже удостоил нас своим посещением, отправился на зов. Наконец они прибыли все трое. В буш рычал чужой лев, но львята не обращали на него внимания. Джеспа и Эльса маленькая обедали каждой своей клетке. Гуппа заглянул к нам, встретил нелюбезный прием и углю носил у входа в третью клетку. — Войдет он туда или не войдет? Удастся ли нам сейчас поймать львят? Наши нервы были напряжены до предела. А тут еще этот чужой лев уведет их с собой куда-нибудь, и тогда уж нам их не спасти. Новая ночь, и снова тревоги. Заслышав голос чужого льва, львята перестали есть, насторожились, потом бегом помчались на зов. Немного погодя, они вернулись и доели козлятину. Кто порочится, что в следующий раз они не уйдут совсем? Вернулся Ибрахим и привез известие, что новый Бенфорд сможет прибыть не раньше, чем через десять дней. Скверно. Теперь уже не приходится рассчитывать на Джулиана. Его дела не позволяли ему отлучаться надолго. А тут еще эти ливни, из-за них дороги официально закроют для движения. Наши помощники установили, что следы львят ведут туда, где бродил дикий лев. Да, если мы станем дожидаться улучшения погоды и прибытия Бенфорда, львята могут уйти с чужим львом и попасть в беду. Ночью их не было. Конечно, львятам весело в обществе нового друга, но весь срок истекает. Хорошо еще, что последние два дня в нашем районе не было дождей. Дороги перекрывают в зависимости от местных условий. Если еще несколько дней не будет дождя и львята войдут в клетки, погода не помешает нам вывезти их. День прошел до работы. Мы налаживали ловушку, повторяли свои роли, наточили острие, которым Джордж наделся и извести стрелу. Хотя дел хватало, часы тянулись невыносимо медленно. Но вот, наконец, пора отправляться в засаду. Только я начинила куски мяса тирамицином, как появился Джеспе. Он проглотил два куска мяса, потом сел перед машинами, разглядывая нас. Тем временем его брат и сестра зашли в клетки, они поели, потом вышли и легли рядом Джеспе. Хороши они в свете луны, ничего не скажешь. Скорее бы увезти их от надвигающейся опасности. Вдруг, словно мне назло, раздалось рычание чужака, и ребята мигом исчезли. Слышно было, как Джордж в своей машине отводит душу замысловатой бранью. Еще одна ночь потеряна, а их осталось так мало. Огорченная решила прилечь, попросив Джорджа разбудить меня, когда придет мой черед дежурить. Несмотря на все мои переживания, усталость взяла вверх, не задремала. Меня разбудил стук. Дверцы захлопнулись. И мертвая тишина, словно кончилась вся жизнь на земле, а затем в клетках началась отчаянная возня. Мы с Джорджем одновременно бросились туда и поспешно убрали чурки, которые не давали дверцам закрыться совсем, чтобы не защемить хвост. Все, а теперь не уйдут. Мы испытывали величайшее облегчение от того, что львят в безопасности. И все-таки на душе было как-то скверно от мысли, что мы обманули их доверие. Я поцеловала Джорджа. Ведь он один справился с такой задачей. В ответ он только грустно улыбнулся. Глава двенадцатая. Мы едем в Серенгетти. Теперь нужно было спешить, чтобы не мучить львят. Джордж остался дежурить, а я поехала в лагерь, подняла всех на ноги. И мы мигом собрали вещи. Как только рассветет, поставим клетки на грузовик. Медленно померкла луна, начинался новый день. День, которому предстояло во многом изменить нашу жизнь. Когда все было готово, мы подогнали клеткам пятитонный Бенфорд. Джордж не рассказал, что Джеспа быстро пришел в себя. Утихомился и до утра просидел спокойно в своей клетке. Эльса маленькая последовала его примеру. И только гупо еще долго бушевал. Теперь он злобно ворчал на боев, которые собирались поднять клетки в кузов. Мы просили местных жителей не подходить слишком близко. Но нас все-таки скоро окружила шумная толпа. Гупо перепугался, начал биться и сломал три доски в потолке, причем одну совсем выше. Мы тотчас наложили брезентовую заплату, укрепив ее железными скобами и канатом. Теперь можно поднимать клетки. Каждая из них весила почти 400 килограммов. Африканцы обычно сопровождают всякую работу ритмичными криками. И, конечно, львята испугались еще больше. Когда тяжелые клетки закачались в воздухе на талях, звери начали метаться сзади вперед, усиливая качку. Сначала погрузили Эльсу маленькую. Ее клетка стала вдоль борта и заняла половину ширины кузова. Рядом поставили клетку гупы. Обе были обращены дверцами к кабине. Джеспы поместили поперек, в конце кузова. Львята отлично видели друг друга. Их разделяли только прутья. Можно было без труда добраться до джеспы, чтобы при случае попытаться изречь тревог. Сейчас об этом не могло быть и речи. Он был слишком возбужден. Львята отказывались от пищи, и поэтому мы не могли дать им успокоительное. Хорошо, что они, как следует, поели ночью. В каждую клетку мы положили мясо и поставили миски с водой. Потом накрыли клетки брезентом, чтобы львят не задевали ветки на нашем пути. Можно было отправляться. Я еще раз все осмотрела. Сердце у меня разрывалось в провиде грустной морды джеспы. И вот караван тронулся в путь, оставив позади шумную толпу. Первым шел мой линдровер, дальше грузовик со львами, за ним Бенфорд, в котором мы погрузили лагерь на снаряжение, несколько козы и большую клетку. Джордж замыкал колонну на своем линдрове. Первые двадцать километров дорога была бескверная. Машины тряслись на камнях, пробираясь среди кустов, и все же львята лежали смирно. Река еще не вошла в старые берега, но ее уже можно переехать. Мой линдровер и грузовик со львами переправились благополучно, однако сильно изрыли берег, и следующие машины пришлось вытаскивать на буксире. Иногда они катились обратно, и поднимался крик, но львята переносили все это кротко. Отовсюду надвигались дождевые тучи, нас окружила грозная черная стена. Около ста километров мы мчались по грязи на перегонки с грозой и опередили ее, как говорится, на полколеса. В сумерках добрались до резиденции администратора, оставили ему записку с доброй вестью и поспешили дальше. Я вздохнула полной грудью, когда мы пересекли границу округа. Здесь смертный приговор был недействительный. Глядя на догоняющий нас вивень, я поняла, что мы ускользнули от него в самый последний миг. Наводнение задержало бы нас. Всего нам надо было проехать около тысячи километров, в основном по наголью, высотой около двух тысяч двухсот метров. Вскоре мы уже достигли двух тысяч метров. Мы отчаянно зябли, хотя находились у экватора. Высоко над нами вонзались небо, покрытое льдом вершины горы Кении, которая поднимается на пять с лишним километров. На ее склонах громоздились тяжелые тучи, они побрызгали на нас дождичком. До сих пор наша маленькая колонна держалась сплоченно. Если какая-нибудь машина отставала, остальные дожидались ее. Но тут мы потеряли из виду грузовик, взятый на прокат у компании Кердан. Джордж вернулся проверить, в чем дело, а мы доехали до небольшого поселка, где жил ветеринар, которому мы хотели показать жест. Добрались мы туда уже в девять вечера, но, несмотря на позднее время, Джон Бергер точно согласился и извлечь стрелу. К сожалению, у него ничего не вышло. Вид чужого человека привел Джеспа в ярость. Он не подпустил его, не дал даже сделать укол. Ветеринар успокоил меня, он сказал, что через две-три недели стрела сама выйдет. Рана не глубокая, только шкура повреждена, воспаления нет и никакой помехи для жизненной функции. На всякий случай, Джон Бергер снабдил меня длинным зондом и обеззараживающими средствами. Может быть, Джеспа потом позволит нам провести операцию. Тут подоспел Джош, и мы с удовольствием приняли предложение ветеринара выпить чашечку кофе, так как с утра ничего еще не ели. Согревшись, мы поехали дальше. Погода ухудшилась. Дождичек перешло в ливень. Было очень холодно. Мы то и дело останавливались, чтобы укрепить брезент на грузовике с львятами. Бедняги, они так жарились по углам, спасаясь от дождя. Всю ночь мы ехали на высоте около 1500 метров, и я боялась, как бы львята не заболели воспалением легких. Дважды нас останавливала местная полиция. Искали какого-то преступника. Нам не сразу удалось убедить их, что мы никого не прячем, только трех львов, которые в жизни не причинили зла ни одному человеку. Три часа утра мы прибыли в Найроби и подъехали к бензоколонке. Заспанным дежурным, наверное, показалось, что они видят сон. Я представляла себе, что будет, если мы станем проразить львя через города днем. Предраспетные часы оказались для всех нас особенно трудными. На плато Каджиада нас встретил порывистый ледяной ветер и ливни. Водители совсем измучились, силясь удержать машины на скользком полотне дороги. У Джорджа слепались глаза, и я сменила его за рулем. Наверное, для львят этот этап тоже был пыткой. Утро застало нас в нескольких километрах от Наманги, на границе Танганьики. Мы подволили себе короткую передышку и согрели с чаем. Обессиленные львята лежали в полной апатии, и шерсть была взъерошена от трения прутья клеток. Мясо в клетках явно испортилось, мы попробовали вытащить его специально припасенными железными скребками, но туши были слишком крепко привязаны к прутьям. Тогда мы предложили львятам свежего мяса, сменили воду, они отнеслись к этому безучасно. Чтобы поменьше мучить львят, я решила побыстрее добраться до Руши, до нее оставалось полтора ста километров, известить о нашем прибытии директора национального парка и узнать, где именно в Серенгете можно выпустить львят. Предупредить его телеграммой мы не могли, так как выехали в субботу. А Джордж поедет с львятами помедленнее и подождет меня где-нибудь за городом, чтобы не собирать зевак. Утро выдалось ясное, ночные точки рассеялись, и над утренней дымкой открылась вершина Килиманджара. На рассвете шапки свежего снега казались невесомыми. Мне не верилось, что я смотел на увенчанный ледником вулкан. Я часто издали любовалась Килиманджара, сама поднималась на вершину, но в этот день она больше, чем когда-либо казалась мне олицетворением красоты, вознесенной над неспокойным миром человека, частицей неиспорченной природы, которой принадлежат и животные. Как же грустно было увидеть всего трех жирафов до нескольких антилоп импола на равнинах, где еще несколько лет назад кипела жизнь. Движение машин по гудронированному шоссе распугало животных. В этот миг и я вносила свою лепту в губительный процесс. Меня по крайней мере оправдывало то, что я старалась спасти львят, устроив их в таком месте, где не надо опасаться человека. Но ведь работа национальных парков, в которых находят убежище дикие животные, зависит не только от доброй воли и усилий нескольких энтузиастов, нужна поддержка всех, кто живет в Африке, независимо от их национальности. И я должна использовать весь доход от своих книг на отряды, которые будут перевозить обреченных животных заповедники и на другие мероприятия в этом же роде. Хотелось верить, что разосланное нами обращение тоже позволит собрать средства. Подъезжая к Аруши, я в просвете между облаками заметила вершину миров и вспомнила, что у кратера этого конического вулкана на высоте 4,5 тысяч метров один наш знакомый встретил носорога. На Килиманджаро нашли скелет леопарда на высоте около 6 тысяч метров, а на горе Кении я сама видела черепуевого на высоте 5 тысяч метров. Что заставляет животных подниматься за облачные выси? Директор национального парка принял меня очень радушно и поздравил с благополучным прибытием. Я выразил ему благодарность за предложение привезти львя в Селенгетти. Директор спросил, известно ли в печати о нашем переезде. Я ответил, что в последние дни мы просто не могли связаться с газетами, но они, конечно, в курсе дела. Разумеется, мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы гостеприимство национального парка в Селенгетти было наилучшим образом освещено в печати. Дальше речь пошла о том, где выпускать львят. К моему удивлению, директор предложил Сиронеру. Там помещается главная контора и живут все сотрудники парка, и там же находятся туристские центры, где то и дело садятся самолеты с гостями и грузами. Мы всегда стремились оградить львят от общения с людьми, и я попросил отвезти нам более глухой уголок. Директор согласился, назвал место поблизости от непересыхающей реки. Он любезно вызвался предупредить по радио одного из тамошних инспекторов, чтобы тот встретил нас и проводил. И вообще, директор обещал нам всяческую помощь. Напоследок, он уручил мне экземпляр воззвания, рассылаемого от имени Национального парка Танганьики. В смущении я объяснила, что все свои средства вкладываю в фонд Эльсы, и ведь дикие животные повсеместно нуждаются в охране, так что, по-моему, чем больше воззваний, тем лучше. Через пять часов я догнала Джорджа, который ждал меня с грузовиком в ста километрах оторуши. Ближе к городу не оказалось места, где можно было бы найти и тень, и уединение. Да, неудачно, теперь мы уже не попадем до ночи в Селенгетич. Нам предстояло ехать через горы, где ночью довольно холодно, и мы решили, что лучше заночевать у подножия горы Майяра на высоте около тысячи метров. Привал устроили возле деревушки Мту-Ван-Бу Комариный ручей, очень меткое название. У львят был совсем жалкий вид, морды исцарапаны, бока взъерошены, мясо в клетках привлекало полчища навозных мух, которые облепляли ссадины. Тщетно львята прятали морды в лапах, мне было больно смотреть на них. Мы все одинаково устали и решили не ставить палаток, а спать под открытым небом. Джордж и я подвинули свои кровати поближе к клеткам. Всю ночь я слышала, как мечутся львята, и едва рассвело, объявила подъем. Пусть мои спутники будут недовольны, надо поскорее закончить этот мучительный переезд. Поднимаясь по крутому склону, мы увидели дотоле скрытое большим девственным лесом озеро Маньяра. Это одна из главных достопримечательностей Танганьики. Здесь наоткалих масса фламинго и других птиц, и зебри приходят на водопой слоны, буйволы, львы. Но нам некогда было любоваться видами, небо хмурилось, и частые дождички напоминали, что могут начаться ливни, поскорее бы подняться на плато великих вулканов. К сожалению, дождь сократил видимость до нескольких метров, не пришлось нам увидеть вулканов и самого ее края макушкам огромных в три метра лабели. Чем выше мы забирались, тем гуще становился туман. Холодная влага пропитывала одежду. Наши африканские помощники, которые никогда еще не бывали в таких горах, буквально посинели. Помет на дороге свидетельствовал о том, что под ней поднимаются не только туристы, но и буйволы, слоны и другие дикие звери. В одном месте мы резко затормозили, чтобы не наскочить на вынурнувшего из зарослей слона. Вот и край кратера. В прошлый раз я видела внизу в метрах пятистах стада пасущихся животных. Сегодня видны только клубящиеся тучи. Несколько километров мы ехали очень тихо по скользкой дороге вдоль кратера. Вдруг туман исчез, словно кто-то поднял занавес, и далеко внизу мы увидели залитую ярким солнцем равнину Серенгетти. От множества ярко-желтых крестовников волнистые склоны впереди казались отлиты не из золота. Среди цветов паслись стада зебр, гумну, газели Тонсона, а также скот принадлежащие масаи. Странно было видеть бок о бок диких и домашних животных. Такое существо оказалось возможным только потому, что масаи не охотятся на копытных. Мы быстро спустились до 1500 метров. Сразу стало теплее, можно было сбросить часть одежды. Миновали знаменитое ущелье Олдавай. Теперь нам оставалось немногим больше ста километров. До сих пор дорога была хорошая, но тут она резко ухудшилась. Глубокие выбоины заполняла вулканическая пыль и ныряя из ямы в яму наши машины вскоре окутались густым облаком. Жара вынудила нас снять брезент грузовика, чтобы львята не задохнулись. Но теперь их садем и покрывались пылью. Вообще львятам досталось как следует и бросало из одного конца клетки в другой. То есть дело приходилось устанавливаться, чтобы вытащить машину из выбоины, заменить лопнувшую рессору. Не знаю, что было хуже для львят холод и сырость, оставшаяся позади, или адски зная и отвратительная пыль, которая изматывала нас на протяжении следующих 80 километров. С опозданием на два часа мы достигли на Абби-Хилл, где была назначена встреча с инспектором. Он терпеливо ждал нас, приметив еще издали, как наша колонна ползла по дороге, волоча за собой хвост пыли. Нельзя было тратить много времени на приветствие. В небе громоздились тучи, а нам предстоял еще немалый путь, и если развезет здешние почвы, тут застрянешь. Мы приезжали через огромные стада гной, зебр, а ведь это были только передовые отряды, первые ласточки ежегодной миграции. Но и такого количества диких животных никто из нас прежде не видел. Петляя между стадами, огибая заболоченные участки, мы под вечер прибыли к месту, где предстояло выпустить львят на волю. Глава тринадцатая. Конец заточения. Очень красиво была новая обитель львят, Усье, широкой долины, которая протянулась километром на шестьдесят, семьдесят. С одной стороны крутой стук гор, с другой вереница холмов. Посреди долины змеилась река. Вдоль берегов, перемежаясь с высокими деревьями, рос густой кустарник, отличное убежище для всевозможных животных. Долина напоминала парк. Повсюду кущи деревьев, кусты, а на холмах настоящие дебри. Если бы ни комары, ни мухи цеце, тут был бы истинный рай. Можно, конечно, назвать мух цеце крылатыми стражами врат рая, они смертельно опасны для человека и домашнего скота, а поэтому надежно охраняют диких животных. Инспектор не хотел, чтобы ночь застигла его в пути. Он показал нам хорошее место для лагеря и уехал. Правильно, парк запрещает ездить после наступления темноты. Первым делом надо было позаботиться о львятах. Выбрав акацию покрепче, мы подвесили к суку блок и спустили клетки на землю. Львята уже три дня в заключении. Их силы были на исходе. Они апатично лежали в своих клетках, и окружающие их нисколько не занимало. Хорошо, что мы привезли общую клетку. Она просторна, удобна, без пола, ее легко переносить с места на место. В ней львята быстро придут в себя после трудной дороги. Мы открыли вход в общую клетку, придвинули к ней клетки Эльсы маленькой и гупы и блоком подняли дверцы. В первый момент ничего не случилось. Затем гупа вдруг ворвался Кэльси маленькой и уселся на нее, и они стали лизать и обнимать друг друга, бурно радуя свидания. Освободившуюся клетку гупы мы убрали и на ее место поставили тюрьму джеспы. Как только открыли дверцу, он молнией выскочил и, заслонив с собой сестру и брата от возможных врагов, принялся их обнимать и облизывать. Как правильно мы поступили поместить львят в такие клетки, которые позволяли им видеть львятам ссадин, эти раны легче залечиваются, чем душевные. Ведь радостно, что львята после всех испытаний не утратили своего дружелюбного нрава. Если бы удалось дать им успокоительное, они, возможно, обошлись бы и без ссадин. Но условия не позволили нам применить либриум. Что же до других средств, то нам посоветовали их избегать. Они могли бы подорвать сопротивляемость львят и помешать им быстро освоиться на новом месте. Теперь нужно помочь львятам отдохнуть и отъесться после долгого поста. Мы положили в общую клетку козью тушу, попросили наших людей строить со сторонки и поставили лендроверы по бокам клетки, чтобы защитить ее от случайных ночных гостей. К девяти часам вечера все было сделано, и мы приготовились лечь спать. Но гупа никак не мог успокоиться. Я слышала, как он ходит, как хрустят разгрызаемые кости. Утром я с удовольствием заметила, что от козлятины ничего не осталось, а львята возвратили свои грязные персональные клетки. Видно, в незнакомом окружении они чувствовали себя в них надежнее, но из-за этого мы не могли вытащить протушье мясо. А ведь придется держать львят заточение, пока они не привыкнут на новом месте. Чтобы заманить их общую клетку, мы положили тогда свежее мясо. Важно было поменьше и беспокоить. Ему попросили всех не ходить без нужды к клеткам. Место для лагеря подобрали в полутора километрах от клеток, поставили там палатки, потом вернулись к лятам. Они по-прежнему сидели в своих грязных клетках, кишевших мухами. Тогда мы, невзирая на протесты жильцов, постарались хоть немного Это оказалось непросто. Львяты рычали и били лапами, отстаивая свои крохотные владения. Нас с Джоржем мутило от зловония. Закончим неприятную операцию, мы вернулись в лагерь, чтобы искупаться и поесть горячего впервые за последние четыре дня. В это время приехал для переговоров инспектор со своей семьей. Администрация национального парка любезно разрешила нам побыть с львятами, пока они не освоятся и не смогут сами себе заботиться. Инспектор объяснил, что дичь для львят можно стреливать только за пределами Серенгесии, туда было километров шестьдесят. Он точно указал, где охотиться и каких животных разрешено убивать. Инспектор был очень приветлив, обещал нам всяческую помощь и почти весь день провел с нами. Когда мы снова навестили львят, они уже лежали в общей клетке. Но какой у них вид! О проволочной стенке они царапались еще сильнее, чем опрутье транспортных клеток. Стоит немного задеть стенку, и ссадина снова кровоточит. А ребята еще сгоняли лапами мух, со своих болячек особенно пострадал бедный гупа. Он и Эльса маленькая сердита заворчали на нас, зато жест посредил нас спокойно и даже позволил подергать стрелу, но извлечь ее нам и на этот раз не удалось. Мы левли спать в машинах по бокам общей клетки и вскоре услышали, что явился один из местных львов. Его тявканье все приближалось, а потом мы увидели несколько силуэтов вокруг, в свете фар поблескивали глаза, львята внимательно прислушивались, а мы попытались криками отогнать чужаков. Наконец все утихло. Я ласково заговорила с львятами, львенок тяжело дышал. Уж не начинается ли у него воспаление легких? Когда росило, я с облегчением увидела, что они, сматья на сильную росу, льва-то не простудились. Напротив, вид у них довольны, желудки полны. Утро выдалось довольно прохладное, хотя мы обосновались в самой низкой части Серенгетии, около 1200 метров. Здесь было намного свежее, чем в лагере Эльс. Накануне вечером мы накрыли клетку брезентом, теперь с восходом солнца сняли его. Вскоре стало припекать, отовсюду слетались противные мухи, они сплошь облепили львят, бедняга Джеспи одной лапой тер свои болячки, а второй обнимал Эльсу маленькую. После завтрака Джош отправился за дичью, я осталась с львятами и попробовала извлечь стрелу из бедра Джеспи. Он позволял мне захватывать шкуру и дергать стрелу изо всех сил, но в бед сидел прочно. Уже пять недель он ходит со стрелой и рано выглядит скверно, но ветеринар советовал нам еще повременить с операцией, надо ждать. Мухи докучали все больше, львята метались по клетке, терлись головой о прутье, раздирая болячки, наконец все сбились посередине, укоризненно глядя на меня. Даже заточений грязные изъерошенные львята сохраняли достоинство. Я знала, что лучше в Селенгете места для них не найти, но природные условия здесь сильно отличались от того, к чему они привыкли, и большинство здешних животных им не знакомо, даже львы другого подвидят. Как-то они поладят, не будет ли споров из-за территории. Правда, дичи тут для всех предостаточно, и, возможно, здешние львы кажутся уживчивее, чем свирепая. Утро я провела около клеток, подбавляя в миски рыбьего жира и воды. Впервые за много месяцев появилась возможность поближе наблюдать за львятами. У Эльсы маленькой клыки были раза в три больше, чем у ее братьев. Что это, ее особенность или нормальное отличие для полов? Ведь обычно охотится львиса, и не исключено, что у нее клыки отрастают раньше, чем у самца. Естественно, у молодых должны быть заметнее, но утверждать что-либо определенное можно только сопоставить черепа львов и львиц в паре созревания. Часом к трюм вернулся Джордж. Мы с ним обсудили, когда выпускать вряд на волю. Хотелось бы подержать их заперти еще день-два, чтобы получше подкормить, но нашествие мух вынудило нас отказаться от этого. Решили выпустить их сейчас. Время было самое подходящее. В жаркие часы львята не так энергичны, значит, меньше риска, что они сразу бросятся на утек, и вряд ли они сейчас столкнутся с местными львами. Мы положили на землю между общей клеткой и рекой козью тушу и убрали одну из транспортных клеток, открыв таким образом выход. сперва львята в испуге забились в дальний угол. Немного погодя гупо недоверчиво обнюхал дверь, отступил, потом снова приблизился и снова отступил. Наконец он с важным видом вышел на волю и, не глядя на тушу, направился к реке. Он отошел метром на сто, остановился, постоял немного и снова зашагал не торопясь. Джеспе и Эльса маленькая, прижавшись друг к другу, недоумевающе провожали его взглядом. Но вот Джеспе тоже вышел из клетки и нерешительно двинулся к реке, поминутно оглядываясь на сестру. Эльса маленькая металась по клетке, вставала на задние лапы, ей не терпелось присоединиться к братьям, но как это сделать? Наконец она нашла путь к свободе и быстро затрусила догонку за Джеспе. Все три львенка скрылись в камышах. Внезапный дождь прикрыл их плотной завесой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...